У нас сегодня первая лекция. Сразу слайд, который вы будете видеть на каждой лекции. Просьба всех отмечаться. Если кто-то не знает, как это делать, подойдите потом в перерыве, я объясню. Для чего это надо? Никак ваше посещение не коррелирует с оценкой, которую вы получаете. Вы можете, в принципе, на лекции не ходить. Просто нам необходимо знать примерное количество студентов, которые посещают курс. Сколько вас пришло на первую лекцию, сколько дошло до последней лекции. Доходит обычно существенно меньше. Но все же на лекции ходить я вам советую, потому что весь материал с Кириллом мы будем вам рассказывать. И как-то объяснять, и надеемся на вашу отдачу, что вы будете задавать вопросы. То есть идеальная лекция, она проходит в режиме диалога. Вы что-то уточняете, мы вам объясняем. Значит, смотрите. У нас сегодня вводное занятие. Такое достаточно, в принципе, обобщенное. Программировать мы сегодня практически не будем. В конце лекции мы запустим маленькое, самое простое приложение. А больше поговорим о самом курсе, о самой операционной системе Android. Собственно, как она появилась и насколько она сейчас распространена, и почему под нее стоит писать мобильные приложения. И познакомимся, собственно, с инструментарием разработчика. То, чем вы будете пользоваться при разработке ваших приложений. Скажите вообще, есть здесь люди, которые не знают Java? Если есть, поднимите руку, это нормально. Так, окей. Значит, вам надо будет Java изучить и сделать это максимально быстро. Если вы не знаете, как это сделать, я выложу ссылки. У нас есть на технотреке курс по Java, вы можете просмотреть в YouTube. Вы можете почитать несколько книжек. Но наш курс подразумевает, что вы Java уже как бы знаете. Потому что уже со второй лекции вам потребуются общие знания, как минимум, Java. А в дальнейшем вам также потребуется знание разработки многопоточных приложений на Java. Потому что, если мы говорим про Android, это всегда мы говорим про многопоточность. Значит, сразу договоримся о определенном списке правил. Мы друг к другу относимся, я надеюсь, с уважением. И если вдруг я тихо говорю или говорю громко, если Кирилл будет говорить как-то, что вам не слышно, вы, пожалуйста, об этом говорите. Потому что очень неприятно, когда никто ничего не сообщает, а потом люди пишут, что было очень тихо, я не разобрал. Не вопрос. Если вам тихо, мы можем говорить чуточку погромче. Если вас какой-то вопрос заинтересовал, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Никого за это не убивают. Мы в целом добряки. И, в принципе, если вы будете посещать наши лекции регулярно, сдавать домашние задания и все делать, то у нас будут самые лучшие отношения. Значит, обратная связь. Это то, о чем я уже тоже сказал. Она еще есть на портале, на сайте track.mail.ru. Вы можете писать отзывы. Это тоже очень важно, потому что нам надо знать, что вам нравится, что вам не нравится. Если что-то вам не понравилось на лекции, вы можете либо сообщить нам напрямую, либо написать это на сайте, чтобы мы почитали и что-то исправили. Если вам что-то нравится, вы можете также об этом написать и сказать, как было все хорошо, или, наоборот, как было все плохо. Значит, ну и давайте, собственно, знакомиться. Меня зовут Юра Береза. Я работаю в компании Mail.ru уже больше двух лет. Вообще я занимаюсь разработкой порядка 13, наверное, лет. И все эти года я разрабатывал исключительно под мобильные платформы. То есть я писал, наверное, почти под все операционные системы мобильные. Последнее время, где-то вот сколько, 6 лет я занимаюсь разработкой под Android. Этим я занимаюсь в компании Mail.ru. И я работаю в отделе разработки игр. Это Games Mail.ru. Казалось бы, игры, они как бы не так много общего именно с Android имеет. Но у нас есть несколько ключевых библиотек, которые используются во всех игровых проектах. И их все надо поддерживать. Большую часть своей практики я разрабатывал на C++. Поэтому я считаю, что этот язык я достаточно хорошо знаю. Если у вас есть какие-то вопросы по нему, я вам могу ответить и помочь. Также Java я знаю довольно хорошо. Много лет я на ней пишу. Ну и я знаю, в принципе, как устроен Android. Дело в том, что в своем отделе я очень мало разрабатываю UI-приложений графических, да. И в основном моя работа сосредоточена в области написания библиотек. И там я больше ориентируюсь именно, как устроен Android, как некая система по работе сервисов. Поэтому могу вам что-то объяснить. Кирилл, вот давай ты тогда расскажешь пока. Всем привет. Меня зовут Кирилл Филимонов. Я тоже давно занимаюсь разработкой в компании Mail.ru. Я работаю уже порядка двух с половиной лет. Я работал на почтовом клиенте почтой Mail.ru и My.com. Сейчас я занимаюсь разработкой сервиса Bitcar. Мы разрабатываем такие классические настоящие Android-приложения. За свою практику я работал как бэкэнд-разработчиком, так и немного фронт-эндом. И, собственно, последнее время, последние несколько лет я занимаюсь импосредственно Android. Можете обращаться ко мне по вопросам, связанным с работой приложений над операционной системой Android. Соответственно, по вопросам, связанным с самой операционной системой и как там, что устроено. Можете задавать мне вопросы по Jai. Сейчас, возможно, вас заинтересуетесь Котлином. Я тоже могу вам помочь ответить на ваши вопросы. Ну и если у вас ничего не работает, вы тоже можете ко мне обратиться. И думаю, что мы вместе найдем какое-то решение. Мы с Кириллом будем вести вообще лекции вместе. Обычно мы ведем кто-то первую половину, кто-то вторую половину, потому что одному человеку три часа читать лекцию тяжело. Иногда мы друг друга дополняем, да, потому что какие-то вопросы Кирилл, может быть, лучше знает, может быть, я что-то могу вспомнить быстрее. Поэтому у нас в таком тоже режиме все происходит, совместные работы. Какие-то лекции, возможно, мы будем вести по-одиночке, когда кто-то случайно заболел или уехал в отпуск. Но в целом мы обычно оба доступны. Если вам надо задать вопрос, вы лучше пишите нам обоим на почту, и кто-то из нас быстрее ответит. И домашние задания тоже надо отправлять обоим. Смотрите, цель курса, ну, собственно, зачем вы вообще сюда пришли? Я думаю, вы и так это знаете, да, это научиться разрабатывать под Android. Это мобильная платформа, довольно популярная на сегодняшний день. И я надеюсь, что вот за те там, сколько у нас, 14 занятий, мы вполне неплохо научимся этим заниматься, писать хорошие мобильные приложения. Значит, смотрите, курс вообще подразумевает вашу самостоятельную работу. К сожалению, мы не можем вам рассказать все, что касается Android. Никакого курса не хватит. И самое главное, что операционная система, это очень быстро меняется. Каждый год выходит новая версия операционной системы. Там появляются какие-то новые интерфейсы, которые разработчик может использовать. И вам, как разработчику, все время придется поддерживать себя, можно сказать, в тонусе, да, то есть все время интересоваться, что же нового появилось. Поэтому вам придется самостоятельно тоже разбираться с устройством Android, с API, которые доступны, и что-то изучать самостоятельно. Лучший способ что-то изучить, да, это в этом практиковаться. Сначала вы пробуете, у вас не получается, вы потом пробуете еще раз, еще раз, в какой-то момент у вас все складывается хорошо. Также и с программированием по Android, то есть тут никаких чудес не бывает. Для того, чтобы научиться писать программы, их надо, собственно, писать. Просто так прийти прослушать курс можно, но у вас вот в головах ничего не останется, через там пару месяцев вы все просто забудете. Поэтому, собственно, основная задача курса – это выполнение проекта, который вы будете делать в команде. Значит, смотрите, как у нас все будет устроено с оценкой ваших знаний. У нас будет всего одно домашнее задание, домашняя работа, которую вам надо будет сделать, ну, буквально там уже к четвертой, по-моему, лекции. Это индивидуальная работа, то есть вы каждый самостоятельно дома напишите небольшое приложение, пришлите нам с Кириллом, мы посмотрим, его оценим. Максимальная оценка там 15 баллов, которую вы можете получить. И на этом как бы индивидуальная работа заканчивается. К этому времени вам необходимо сформировать команды. То есть несколько человек должны объединиться и решить, какой проект они будут разрабатывать. Мы с Кириллом предоставим вам список публичных API, он довольно-таки большой, который вы можете использовать. То есть это сервер, сервер-сайт, как бы интерфейсы, которые вам надо будет использовать в своем приложении. Потому что у нас была практика, когда разбивалась команда, часть писала бэкэнд, часть писала, соответственно, клиенты. У нас ничего не получалось, потому что кто-то за кем-то не успевал. Либо фронт-энд за бэкэндом, либо наоборот. Либо люди уходили все бэкэнд, например, писать, и никто не хотел писать клиент. То есть это все очень сложно, поэтому мы решили, что в этот раз вы будете использовать уже то, что есть готовое. Например, я не знаю, вот у нас есть социальная сеть ВКонтакте, у них большой API расширенный, и вы вполне можете его использовать для того, чтобы написать какое-то свое приложение, которое как-то будет, например, с ВКонтакте взаимодействовать. Или там, я не знаю, есть сервис GitHub для, соответственно, контроля версии вашего кода. У него на самом деле очень богатый API. На базе него можно тоже сделать какое-то интересное приложение. Значит, за формирование команды вы получаете 5 баллов. То есть это вообще, по-моему, замечательно. Получить просто 5 баллов за то, что вы просто договорились с другими людьми. Да. Количество человек в команде? Никак вообще не влияет. Оптимально, по-моему, у человека 4-5, но если у вас там будет 10, замечательно, никаких проблем. Может быть и 2 человека, но 2 сложнее. Если кто-то захочет самостоятельно делать, индивидуально, тоже можно, но могу сразу сказать, объем работы будет тогда достаточно большой. Одному человеку будет справиться сложно. Плюс мы хотим, чтобы вы все-таки научились взаимодействовать с коллегами, потому что задача курса в том числе подготовить вас как стажеров в компанию Mail.ru. То есть вы по-хорошему должны суметь пройти собеседование в конце курса на стажеров Mail.ru. В Mail.ru все работают в командах, и было бы неплохо, чтобы вы этому сразу научились. Значит, смотрите. У каждого этапа будет определенный дедлайн. Всего у нас будет как бы 4 этапы сдачи ваших работ, вашего проекта. Это будут называться семинарные занятия. Мы на них будем встречаться. Это как обычная лекция, она будет 3 часа. Но в этот день вы приходите с тем, что у вас есть. Ваша команда нам рассказывает, либо Кириллу, либо мне, что вы сделали, как оно работает. Показываете. Мы это оцениваем. Если у вас что-то не работает, вы за это 3 часа можете что-то доделать. Вы можете задать вопрос. Если у вас что-то не работает, мы попробуем объяснить, чтобы вы тут же это исправили. И в таком ключе, собственно, будет проходить так называемая защита работ. Потому что кто-то может в команде делать один. Второй человек, скажем, не участвовал в разработке, но по какой-то причине вы хотите быть вместе. Главное, чтобы этот человек, собственно, знал, что вы делали и почему. То есть если человек смотрит на код и не может объяснить, почему вот здесь сделано так, а здесь по-другому, это не засчитывается ему как за оценку. Соответственно, он ее не получает. Защищаться можно позже. То есть хорошо, вы пропустили первую защиту, вы пришли на вторую, но вы получаете только тогда максимум 70% от оценки. Максимально можно получить 20 баллов за каждую защиту. Соответственно, вы получаете меньше. Соответственно, 4 защиты по 20 баллов. 80 баллов – это максимум, который вы можете набрать. Еще 20 – это 5 за команду и 15 за одно домашнее задание. В сумме 100 баллов. Для того, чтобы окончить курс с оценкой удовлетворительно, вам необходимо набрать 56 баллов, по-моему, минимальное. Соответственно, все, что выше – это более высокая оценка. Баллы записываются в ваш сертификат. Если вы потом в дальнейшем будете кому-то его показывать, соответственно, там он увидит, какая у вас примерно оценка была. Поэтому чем больше баллов вы наберете, тем лучше. Теперь смотрите, это моя любимая картинка. Вот у нас примерно так же будет проходить, собственно, защита ваших работ. По мере, собственно, окончания курса сложность вашего проекта будет возрастать. И, соответственно, в самом начале от вас будет требоваться очень небольшой объем работы. И первое домашнее задание вообще будет довольно простое, там, я не знаю, его можно за час, наверное, два сделать максимум. То, соответственно, последние части будут подразумевать, что вы потратили достаточно много времени. Поэтому большая просьба не откладывать, как всегда, на последний момент. Я знаю, что как бы все студенты не любят вовремя все делать, все любят делать ближе к концу. Есть только некоторые люди, которые делают все вовремя. Это нормально, но вы не забывайте, что у вас в конце семестра будет еще сессия. Да, это вы учитесь в институте, это все-таки ваша основная программа будет, и там вам надо получить высокие баллы. И обычно тогда это разумно люди забивают на курс, и они сдают основные предметы. Поэтому помните об этом и постарайтесь просто выполнить все задания по проекту заранее, чтобы у вас во время сессии вас ничто не отвлекало. Потому что иначе у вас не получится просто защитить курс, и получится, ну, вы потратили просто зря свое время. Я надеюсь, его у вас не так уж много, чтобы просто так тратить. Поэтому подумайте, как его грамотно распределить. Теперь смотрите по самим проектам. Проектов может быть огромное количество, вы можете все что угодно делать. Я говорил, API много, мы все предоставим, но есть одно исключение. Нельзя делать игрушки. Почему? Потому что, собственно, игры, они никак не используют практически графический интерфейс Андроида. Это большая часть, о которой мы будем говорить. И даже внутренний фреймворк Андроида, который не показывается пользователю, они почти тоже не используют. То есть если вы берете какой-то движок Unity, например, и делаете на нем игру, у вас фактически какие-то все там Unity компоненты, и вы используете только их для разработки. И большинство Unity разработчиков вообще очень слабо представляют, как на самом деле Android работает или там iOS, например. Они выходят немножко за рамки всего этого. Поэтому, к сожалению, игры использовать нельзя, игры разрабатывать не получится. Это какой-нибудь уже другой курс. Можно делать обычные приложения, похожие, как большинство у вас в телефоне. Чаты какие-то, мессенджеры, социальные сети, блокноты, документохранилки и так далее. Все, что вам придет в голову. Единственное, что я не советую, с чем связываться, это с картографией, потому что эта тема просто очень сложная, и вы там очень сильно завязнете. То есть, вот если у вас появилась идея какие-то прокладывать маршруты для велосипедов, еще что-то такое, это просто очень сложная работа. Я могу сразу предупредить, несколько студентов такое пробовали, и они просто не смогли сделать до конца. Это большой объем работы. Теперь давайте вообще поговорим просто о приложениях Android, которые вы будете разрабатывать. Многие разработчики думают, что, собственно, основная задача – это сесть, написать приложение, и вот оно готово, и больше делать ничего не надо. Именно об этом мы, в принципе, большую часть будем говорить, но мы все-таки затронем еще другие моменты, аспекты разработки под Android, с которыми вы будете сталкиваться. Потому что, как бы, написание кода – это далеко не самая сложная часть разработки проекта. Все начинается обычно с выбора идеи, да, это то, с чем вам предстоит столкнуться, когда вы будете выбирать проект, и вам надо сосредоточиться на том, чтобы подумать, как проект должен быть, с одной стороны, интересный, с другой стороны, не особо объемный. Потому что постарайтесь оценить, сколько времени вы можете на него потратить. Если вы хотите сделать аналог Фейсбука, да, вы можете понять, что вы такое просто не сделаете за полгода. Ну вот, то есть оценивайте свои трудозатраты. Потом, помимо вот зарождения вашей идеи, у вас будет, собственно, производство, да, это написание кода, все замечательно. Вы его, я надеюсь, напишите удачно. Но потом еще есть выпуск приложения. К сожалению, это не такая простая задача. Для того, чтобы подготовить приложение к выпуску, оно должно пройти через определенные этапы проверок. И об этом мы немножко проговорим, наверное, где-то ближе к концу курса, когда будем говорить о Google Play маркете, да, то есть магазине приложений, где вы привыкли, наверное, устанавливать приложения Android. А вам, как разработчику, еще надо уметь туда помещать эти приложения и знать тонкости. Но самое главное еще не только это. Еще самое главное – это поддержка приложений, потому что ни одно приложение никогда не писалось один раз и потом вот забывалось и больше, собственно, к нему не прикасались. Основная проблема – это поддержка приложений. Когда вы приложение написали, выпустили, а потом приходят новые продуктовые требования, то есть ваши, например, менеджеры или заказчики хотят от приложения нечто большего, или вы сами хотите его переделать, либо пользователи жалуются на какие-то ошибки и баги, вот, то есть ваше приложение работает неправильно, и вам все это надо исправлять. Об этом мы тоже поговорим, собственно, как постараться поддерживать ваш код в таком виде, чтобы его было, ну, несложно модифицировать, потому что это самая сложная задача. Можно иногда код написать так, что потом модифицировать его очень сложно, и на это уходит большая часть времени, чем на написание. Но самый худший случай – это когда вы понимаете, что для того, чтобы что-то изменить, вам надо просто все переписать. Никогда так не делайте. Было несколько опытов в истории, да, когда разработчики брались что-то переписывать с нуля, и всегда это заканчивалось очень плохо. Вот, но еще надо не забывать, что есть вывод приложения. Это когда ваше приложение либо уже устарело, либо оно так и не стало востребовано среди пользователей, и его надо убрать из Google Play, и это тоже не самая простая задача, потому что у вас есть пользователи, которые этим приложением пользуются, и они не готовы, может быть, к тому, что оно исчезнет. Мы об этом поговорим, как не оставить их одинокими и несчастными, и вообще, чтобы они как-то продолжили свою нормальную жизнь. Ну и закрытие приложения – это все, когда приложения больше не существует ни сайта, ни компании, больше ничего. Такое тоже иногда бывает. Давайте вообще поговорим, как мы вообще к такому пришли, вот к такому списку задач, которые стоят перед разработчиком. Здесь такие показаны две линии развития, на самом деле, наших гаджетов, если можно так сказать, чем ушло. То есть, с одной стороны, у нас были довольно долгое время персональные компьютеры, я думаю, что у многих до сих пор они есть. В какой-то момент они эволюционировали в ноутбуке, мы привыкли, по-моему, что это, в принципе, основной компьютер, который обычно есть на столе, потому что он удобен, портативен, мы можем переносить с места на место. А в то же время появились сотовые телефоны, да, потому что люди пользовались обычными проводными телефонами, это никому не нравилось, и они вдруг раз решили, что можно пользоваться таким радиотрубкой. И она тоже постепенно эволюционировала. И как для разработчика, все раньше было гораздо-гораздо проще. У вас были какие-то компьютеры, настольные, ноутбуки, и у вас были сотовые телефоны. Под сотовые телефоны тоже писали приложения, они были очень маленькие, на Java, например, но они почти не работали никак с интернетом, потому что мобильный интернет был медленный и дорогой. А настольные компьютеры, в принципе, тоже не так активно работали с интернетом, все в основном крутилось у вас локально. И вот такого сложного процесса запуска приложений его не было. Обычно приложение разрабатывалось достаточно долгое время, очень тщательно тестировалось, потом выпускалось, выпускалось оно обычно, например, на дисках, на дискетах, и в целом потом, может быть, выпускали несколько там обновлений, но не более. Потом, если выходила какая-то новая версия, например, версия 2.0, это было всегда фактически новое приложение, которое разрабатывалось какое-то еще долгое время, опять же, долго тестировалось и появлялось у вас, опять же, на компакт-диске, например. На телефоне то же самое, обычно разрабатывалось приложение, помещалось там в специальный раздел у сотового оператора, вы загружали и очень редко его обновляли. Современные телефоны всегда подключены к интернету, да, это вот кто к чему мы пришли вот сейчас, это планшеты и сотовые телефоны, смартфоны. Это, собственно, основной инструмент, которым пользуется современный человек. Зачастую ноутбук уже не нужен, стационарный компьютер и подавно, большинство действий мы можем делать на сотовом телефоне. Он все время подключен к интернету, у нас есть в Android и Google Play Store, в iOS есть App Store, и мы привыкли, что приложение там обновляется очень быстро. Собственно, разработчики привыкли тоже к тому, что можно приложение очень быстро обновить. И это привело к тому, что сократился цикл разработки, то есть сейчас нету такого, что приложение разрабатывается, ну, я не знаю, год, например, или даже полгода. Часто цикл разработки первой версии там от двух до трех месяцев, иногда, ну, четыре, например, максимум. После этого приложение выкатывается с небольшим функционалом, потом оно дорабатывается, и потом у вас могут обновления выходить практически чуть ли там не раз в две недели, например. И это сейчас считается нормальным. Поэтому, собственно, и то, о чем я говорил, что основная сложность – это поддержание кода, да, в таком состоянии, чтобы вы могли его модифицировать. Вот это основная задача для вас, как для разработчиков сейчас, с которой вы сталкиваетесь, потому что приложение обновляется очень часто. И очень большое искушение у маркетологов, собственно, и менеджеров выпускать очень короткими циклами приложения, да, надо быть просто к этому готовым. Ну и, собственно, к чему мы вообще пришли? Это то, что у нас вот есть куча вообще устройств, помимо смартфонов, да, сейчас есть еще Android Auto, Android Wear, Android TV – это все платформы, которые, опять же, также подключены к интернету, тоже там все быстро обновляется, и нам, как разработчикам, все это надо поддерживать. То есть огромное число, на самом деле, каких-то разных устройств, которые умудряются, в принципе, более-менее одинаково работать. Но на каждом из них есть отличия. Вот, к сожалению, наш курс не затрагивает программу разработки под Android Wear, Wear и TV, а Android Auto вообще сейчас очень мало кем поддерживается, потому что мы просто не можем покрыть это все в рамках этого курса. Но вы сможете изучить самостоятельно. Там не такое большое отличие разработки от смартфонов, да, там, в принципе, просто дополнительный API, которым надо следовать. Вот. Ну и, собственно, о потребителях. Да, это тоже интересный слайд, потому что, когда мы разрабатываем наши приложения, обычно разработчики думают о себе. То есть как создать такое приложение, которое будет удобно, опять же, поддерживать, развивать и, собственно, ну, изначально разрабатывать. Но самое главное, это на самом деле это не вы. Самое главное – это тот человек, который загрузит ваше приложение из Google Play Market и должен, ну, остаться довольным, да. Смотрите, у нас основная проблема, которая стала перед разработчиками на самом деле, это то, что пользователи могут оставлять отзывы на приложение. Да, пользователь загружает ваше приложение, оно ему не нравится, и он такой сразу – одна звезда, дизлайк, отписка, я больше этим пользоваться не буду, а может написать еще гораздо-гораздо хуже. То есть там бывают очень неприятные слова, которые очень неприятно читать. Вот это, как бы, такая тонкая грань, которая появилась, да, между разработчиком и пользователем, одна, с одной стороны, нам помогает, с другой стороны, конечно, немножечко портит жизнь. Потому что, с одной стороны, мы получаем очень-очень быстрый фидбэк, то есть вот отзыв от пользователя. Это сейчас очень важно. Как я говорил, приложение обновляется быстро, и если вдруг при обновлении произошла какая-то ошибка, действительно, мы ее допустили, и приложение работает неправильно, мы очень быстро можем об этом узнать. Раньше без интернета человек должен был по телефону стационарному позвонить на специальную горячую линию, рассказать, что у него не работает, оператор должен был попробовать, ну, как-то вообще понять, о чем ему говорят, и все это было очень, как бы, печально. Сейчас пользователь может написать отзыв, если приложение упало, сообщение об ошибке попадет в Google Play Store, плюс есть еще несколько служб, которые позволяют собирать все материалы во время поддения вашего приложения и отправлять вам как разработчику, и вы можете очень быстро ошибку исправить. Но, с другой стороны, бывает так, что пользователь просто в чем-то не разобрался. Или, например, пользователю не нравятся продукты именно этой фирмы, и он пишет об этом просто в комментариях. И вы, как разработчик, часто их можете прочесть и, ну, прям реально очень расстроиться, да, что вы вроде как старались, там, полгода ночами не спали, писали это приложение, а вам такое пишут. Поэтому, конечно же, ну, помните о том, что есть пользователь по ту сторону фактически телефона, который будет вашим приложением пользоваться, и в первую очередь, вот, надо удовлетворить его потребности. Вот он такой, ваш типичный пользователь. Ему, на самом деле, ничего не надо, вот, он просто хочет, чтобы все работало. То есть, вот, идеальное приложение, которое он нажимает, запускает и понимает, как им пользоваться. Это, на самом деле, очень-очень сложная задача, потому что, ну, я надеюсь, вы еще застали те времена, когда, например, какие-то приложения издавались на дисках, и в комплекте шел мануал, да, руководство пользователя. То есть, вам надо было почитать, как этим приложением пользоваться. Сейчас вы берете смартфон, и там нету никакой инструкции, да, вы просто берете и каким-то образом начинаете пользоваться. Вам понятно. Дизайнеры для этого прикладывают просто титанические усилия для того, чтобы проводить различные тестирования, выбирать лучшие методики этих тестирований, а потом понимают вообще, как пользователи хотят пользоваться приложением и, собственно, внедряют это, да, в ваше приложение. А ваша задача как разработчика, весь этот дизайн, собственно, перенести с картинок на, собственно, функциональное приложение. Google позаботился вот сейчас о нас. Есть такой сайт, называется developer.android.com.design, и там объясняются общие паттерны, то есть шаблоны проектирования интерфейса под Android. Я думаю, что вы заметили, что многие приложения на Android, они похожи между собой. У них есть некоторые общие компоненты. Так было не всегда. До Android 4-й версии в Android было с этим все очень плохо, не было никаких гайдлайнов, то есть руководств, руководств, как правильно разрабатывать интерфейс, и каждый лепил кто во что гораз. Каждое приложение выглядело по-своему, странно, и именно поэтому раньше Android не любили, а все восхищались приложениями на iPhone, потому что они как раз выглядели здорово и одинаково, потому что там уже были такие, называется это Human Interface Guidelines, на Android не было. Но начиная с 4-й версии Android, Google постепенно, постепенно стал воплощать вот эти тоже руководства, как же надо делать интерфейс на Android, и сейчас, в принципе, описывает почти все области. Я вам настоятельно рекомендую пойти потом почитать на сайте, там ничего связанного с разработкой нет, там просто общие принципы разработки интерфейса. Те ребята, которые здесь из технотрека, у них есть курс по разработке современных графических интерфейсов, вам там, в принципе, все расскажут, как делать. Те, кто пришли на открытый курс, я вам рекомендую ознакомиться, собственно, с описанием, вообще, как должен выглядеть интерфейс. Мы будем рассказывать, как надо делать интерфейс по гайдлайнам. То есть мы будем все вот паттерны дизайна использовать и объяснять, как их внедрять в свое приложение. Ну, можно, собственно, о плюсах, да, вот я много рассказывал вообще о мобильной разработке, а, собственно, почему под Android стоит писать. Вообще, вот я говорю, с появлением гайдлайнов вообще, по-моему, закрылись все какие-то вопросы, которые могли сталкиваться, чем Android там хуже iOS. В принципе, сейчас iOS и Android – это две равноценные операционные системы. Где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. В целом, это две хорошие современные операционные системы, которые решают большинство задач пользователей. Они очень удобные, быстро работают, и все хорошо. Но надо не забывать, что Android на сегодняшний момент занимает где-то порядка 80% рынка мобильных телефонов, различных гаджетов, часов, телевизоров и так далее. То есть, а iOS – это порядка там, на самом деле, 15%, и 5% – это вообще вот все, что осталось, различные раритеты BlackBerry, там, Symbian, я не знаю, Windows Phone и так далее. Вот, и, собственно, по-моему, это очень круто разрабатывать подоперационную систему, которая вот на 80% всех мобильных устройств. То есть, это уже как минимум ваша специализация будет широко востребована. Потом можно не забывать, что вообще есть плюсы, например, стоимость устройств. Вы все знаете, что для разработки под iOS, я думаю, надо иметь MacBook. К сожалению, нельзя взять Apple iPhone и разрабатывать под него, например, на Windows. Ничего для этого Apple не сделал. Под Android можно разрабатывать на macOS, можно разрабатывать под Linux, можно под Windows. Никто вас не ограничивает, инструменты есть. Стоимость самих устройств тоже очень низкая. Можно сейчас купить Android, я не знаю, там, за несколько тысяч рублей. Да, iPhone там стоит самый дешевый – 1020. Потом, смотрите, доступность вообще исходников. Android – это открытая операционная система. Большая часть кода Android, она доступна всем желающим. Вы можете загрузить и просто изучать, как он устроен. По-моему, это вообще просто замечательно, потому что для каждого очевидно, что для того, чтобы разобраться, как что-то устроено, проще это разобрать, посмотреть и попробовать потом это собрать. Иногда не получается, но в принципе все-таки приходит понимание, как оно работает. С iOS у вас так не получится. Есть общее представление, как операционная система работает, но это лишь предположение. С Android все проще. Есть исходники операционной системы. Если вы сильны духом, вы можете, собственно, изучить, как все устроено. Самое главное, что код на самом деле не дико сложный. То есть там все неплохо разбито на различные модули. В этом вполне можно разобраться. И если у вас в Android что-то работает не так, один из легких способов с этим разобраться, это, собственно, пойти, почитать исходники и разобраться, что же там все-таки сломалось. Ну, огромное сообщество энтузиазмов и энтузиастов есть сейчас и в лагере iOS и Android. С этим никаких проблем. Очень-очень много ресурсов, много статей, много различных форумов, где вы можете прочесть нужную вам информацию. С этим вообще никаких проблем нет. Десять лет назад, когда основными операционными системами были там Windows, если на мобильных телефонах Symbian, там какой-нибудь BlackBerry, под них документации было очень мало. То есть вся документация была это какие-то книжки. Их книжки надо было покупать, читать, там они устаревали, и знания становились не столь актуальными. С Android сейчас и iOS все проще. Все в интернете, просто первый запрос в Google, и вы уже читаете какую-то статью, и вам все понятно. То есть все очень здорово. Операционная система все время развивается. То есть ее просто интересно изучать, под нее интересно писать, потому что каждый год появляется что-то новое. И вам с этим новым надо разбираться. Ну и время появления приложения в магазине. Сейчас Apple, конечно, сократила время уже рассмотрения вашего приложения. Там есть этап превью, когда тестеры должны дать свое добро, что приложение может быть опубликовано. Оно, по-моему, порядка одного-двух дней. Но иногда, в какие-то моменты, оно может растягиваться на неделе. С Android все проще. У Android вы нажимаете кнопку «Опубликовать приложение», и в целом оно уже доступно. Да, там надо, чтобы прошло несколько часов, пока оно просто по дата-центрам разместится, но в целом оно уже сразу доступно. Ну и, собственно, стоимость выкладывания приложения. Для того, чтобы под iOS вам выложить приложение, вам надо платить Apple 100 долларов в год за девелоперскую программу. Без нее вы не сможете опубликовать приложение. Под Android вам надо заплатить один раз 25 долларов, чтобы зарегистрироваться в Google Play Store, больше никогда ничего не платить. Ну, собственно, какие минусы? Плюсов много. Есть на самом деле и минусы разработки под Android. Основная проблема то, что разрабатывается и поддерживается Google. Раньше Google – это была компания, которая говорила, что у них слоган «Don't be evil». Сейчас, по-моему, это не так. Много чего они делают неправильно, многое на что разработчики обижаются. И самое главное – это монополист. То есть на самом деле у вас есть операционная система, которая разрабатывается одним разработчиком, и несмотря на то, что она открытая, нельзя просто так вот взять эти исходники, забрать из этого свою версию, что-то на ней запустить. Большинство все-таки компонентов Android сейчас разрабатывается именно внутри Google. Тот же Google Play Market – это внутренняя разработка, исходников нету, и если вы возьмете устройство на чистом Android, там, например, Google Play Market не будет, и у пользователя просто нет возможности поставить приложение. Есть, конечно, альтернативные магазины, но установка через них существенно сложнее. Огромное число разных устройств. Значит, смотрите, это как плюс, так и минус, потому что много устройств, они есть дешевые, есть дорогие, одни хорошие, одни плохие, но вам, как разработчику, надо все такие устройства поддерживать. И некоторые устройства иногда работают откровенно плохо. В них малый объем памяти, слабый процессор, качество памяти бывает плохое. Если это какой-то дешевый китайский телефон, бывает такое, что на них ставят отбракованную партию памяти, и в какие-то моменты времени она работает нормально, в какие-то моменты там происходит какой-то сбой, и у вас просто приложение может падать не по вашей вине, а по уже аппаратной проблеме, такое тоже встречается. Потом на этих устройствах огромное число экранов. Вы, наверное, уже знаете, да, есть маленькие телефоны с маленькими экранчиками, огромные планшеты, телевизоры, часы, и там везде разные размеры экранов, и самое главное, там обычно еще бывает разное соотношение сторон. И так просто взять и растянуть там, или, я не знаю, сжать ваш интерфейс нельзя, и вам приходится поддерживать несколько типов экранов и разрабатывать, собственно, фактически копии. Мы поговорим о том, как минимизировать подход к разработке под разное количество экранов, чтобы у вас меньше всего кода было написано для их поддержки, но все-таки иногда приходится дополнительно что-то изобретать. И смотрите, несколько версий ОС. Это очень важный компонент. iOS-устройства обновляются компанией Apple, в принципе, там ежегодно, и только самые-самые старые устройства не получают самые последние обновления. И у вас обычно можно рассчитывать, ну, как минимум на последнюю версию и предпоследнюю. Например, вот, когда у нас вчера вышел iOS 11, да, вы уже как разработчик можете, например, рассчитывать, что пользователь, ну, в основном, 10-ая, 11-ая, но в крайнем случае 9-ая версия. Все. Раньше вы можете все версии не рассматривать. На Android все не совсем так. Так как Google не может обновлять операционную систему Android на всех устройствах, это отводится вендорам, там получается уже кто как, во что гораст. Кто-то обновляет регулярно какой-то производитель свои устройства, а кто-то нет. И так получается, что у нас сейчас выходит Android 8, вот уже вот фактически все, есть релиз у нас, но на этой версии операционной системы у нас буквально там 2-3 модели телефонов есть, да, и все. И большая часть не получили это обновление еще. И может быть к концу года у нас появится, ну, там, несколько еще устройств. И у нас до сих пор есть устройства, которые до сих пор используют Android, ну, например, 4.0.1, 4.1. Вот я сейчас прям покажу картинку. Это я вчера брал, обновлял, она регулярно обновляется, диаграмма. Какие у нас сейчас самые популярные устройства? Если посмотреть, 90% устройств сейчас, это от версии 4.4, KitKat, до версии вот где-то там 7.1, да, это 90% всех устройств. Но надо не забывать, что есть еще 10%, которые, собственно, составляют все остальные версии. И иногда вам можно договориться, как разработчику, например, с менеджером, что вы будете поддерживать только вот эти 90% устройств. Но иногда кто-то считает, что надо поддерживать, ну, почти 100%. И вам приходится разрабатывать в том числе под самые-самые старые версии Android и как-то их поддерживать. И это настоящая боль для разработчика, потому что с каждой новой версией операционной системы появляются новые классы, да, новые API, да, API – это Application Programming Interface. То, что разработчик может использовать из операционной системы для разработки. И вам, как разработчику, конечно, хочется все эти функции использовать, потому что зачастую они облегчают вам жизнь. Но в чем загвоздство? Этих функций нету на старых версиях операционной системы, и как-то с этим надо жить. Мы поговорим о библиотеке совместимости, которую разрабатывает Google. Мы ее будем активно использовать. Называется она AppCompat, да. И она, конечно, зачастую облегчает нам жизнь, большую часть задач, но иногда нам приходится самим решать проблемы старых или, наоборот, новых операционных систем, поддерживать все разные. Это, на самом деле, довольно большой объем работы, которые надо выполнять разработчику. Теперь, что касается нас. Мы в ходе разработки всех ваших проектов будем использовать минимальный API 19, да, это, соответственно, вот если посмотреть на эту картинку, это KitKat, версия 4.4. На самом деле достаточно современный API. Ну а максимальный target API 26. 26 это Android 8.0. Что значит target API? Это значит, что на этом устройстве у вас корректно должно запускаться приложение без каких-либо проблем. То есть тестировать мы будем в основном приложение именно на Android 8.0 и на 4.4. Будем и там, и там запускать, смотреть, что все хорошо работает. Значит, что у нас для этого потребуется? Смотрите, у нас огромный такой инструментарий, который нам доступен. Он весь базируется на базе Java, да, соответственно, это GDK. Он необходим для того, чтобы работала большая часть утилит, которые входят в Android SDK. Поэтому вам будет необходимо ее поставить. Потом Android SDK. Собственно, это набор всех компонентов от Google, которые вы будете использовать при разработке. Android Studio, ну, которая, собственно, является фактически либо частью SDK, либо можно сказать, что SDK сейчас входит в состав Android Studio. Git. Вам придется его использовать для контроля версии. Я надеюсь, вы умеете им пользоваться, если кто-то не умеет самое время быстро изучить, потому что, ну, вы куда-то будете выкладывать ваш проект. Это должен быть либо там GitHub, либо Bitbucket. Ну, в общем, публичный репозиторий. Вы можете взять, конечно, какой-нибудь Mercurial. Я не знаю, может, где-то SVN еще найти. Но вообще современный Git и рекомендуем вам использовать. Gradle. Это, собственно, система сборки, да, Android проектов. Это то, что ваши классы соединяет, собственно, в готовое приложение. Ну, и Android смартфон опционально, потому что в состав SDK входит эмулятор. В принципе, вы можете проверять все в нем, но неплохо было бы, чтобы вы запускали приложение именно на живом телефоне, потому что иногда бывает оно все-таки работает, ну, специфично, да, не так, как на эмуляторе. И это лучше проверить. Так, ну, и смотрите, что есть в SDK вообще. Там полно всего. В основном это различные библиотеки, различные утилиты, образы эмуляторов и различные плагины для IDE. Да, там до сих пор, по-моему, есть поддержка Eclipse. Eclipse – это среда разработки Java-приложений. Его можно использовать для Android, но это, по-моему, никто уже не использует. Да, еще, может быть, года два назад кто-то еще, может быть, использовал. Сейчас никто этим не занимается. Вот. Основная, собственно, среда разработки будет – это Android Studio. Если вы разрабатывали код на Java, вы знакомы с IntelliGID от компании JetBrains, то Android Studio для вас будет знакома. Это, на самом деле, IntelliGID фактически с плагином для разработки под Android. Ну и там есть различные документации, туториалы, то есть, которые вы можете… Примеры кода, которые вы можете посмотреть, да, как написаны вообще маленькие приложения под Android. И, собственно, вот Android Studio. Тут, конечно, очень много написано чего, но смотрите. Значит, Android Studio была представлена впервые на Google IOT в 2013 году, то есть, уже, на самом деле, четыре года назад. Очень большой срок. Тогда она была очень сырым продуктом. Не каждый отважился ее использовать. Но со временем все стало хорошо и замечательно. На данный момент эта версия 2.3 вполне хорошо работает. Значит, смотрите, когда вы устанавливаете Android Studio, вы во время, там, настройки можете выбрать режим обновления, Canary Build – это очень-очень ранние сборки, Beta – это бета-версии, да, и там релиз, соответственно, ну, нормальная боевая версия. Я вам рекомендую настоятельно использовать релиз Build, то есть, финальный, который меньше всего глючит, потому что, да, большое искушение использовать самые последние какие-то там новшества в Android Studio, которые появляются, но Canary Build и Beta, как показывает практика, очень нестабильные, они часто падают, и вам, в общем, не стоит еще на это тратить свое время. Лучше берите Build последний, по-моему, 2.3.3, да, не помнишь, там у нас релизный. Вот, смотрите, что из себя включает вот Android Studio вообще, что там есть? На самом деле, это очень хорошая среда разработки, то есть, хороший редактор, это хороший графический редактор, да, это система, в которой вы будете делать разметку ваших приложений. Там есть доступ в Google Developer Console, вы можете профилировать там свое приложение. Профилирование – это анализ вашего приложения, насколько быстро оно работает. Есть несколько способов, анализ памяти, CPU, да, и так далее, мы об этом еще поговорим. Там есть система поддержки вот ревизии кода, да, вот этих, git, svn те же, и так далее. По-моему, есть плагин для Mercurial, все, что вы можете, в общем, все, что касается контроля версии в Android Studio есть, но, я не знаю, кто-то этим пользуется, кто-то нет, мне, например, проще из консолей все набирать. Там есть поддержка нескольких языков программирования. Смотрите, мы будем использовать Java, потому что у вас у всех, в принципе, есть опыт, ну, в большинства ее использования. На данный момент все-таки Java наиболее распространена под разработку Android приложений, но вы можете попробовать поставить Kotlin плагин и начать пробовать Kotlin, да. Одно время к Kotlin относились с предубъеждением, потому что, ну, не было полной уверенности, что вдруг в какой-то момент времени Google все не разломает и будет плохая поддержка. На последнем Google I.O. назвала Kotlin как First Citizen Language, то есть это такой же наравне язык программирования, как и Java, то есть они обещают, что они его будут поддерживать, как и Java, да, и многие примеры кода, которые Google сейчас показывает, они, например, уже сейчас написаны в том числе на Kotlin. Это хороший современный язык программирования, вы можете пробовать его использовать, но делайте это самостоятельно. В нашем курсе все-таки используйте Java. Ну, и что у нас там осталось? Конструкции, компоненты. Ну, собственно, об этом мы чуть дальше поговорим, да. Android приложение – это не только код на Java, там еще есть некоторые ресурсы, которые надо редактировать, и в Android Studio это тоже, в принципе, вот удобно делать, в том числе и Android Manifest. Теперь смотрите, что касается сборки Gradle. Отдельно вам ставить эту систему не надо, она входит в состав Android Studio, и при создании проекта вам создается так называемый Gradle Wrapper. Это специальная утилита, которую можно запускать из консоли и собирать ваше приложение. Ну, и Android Studio сама умеет Gradle собирать. Если вы разрабатывали на Java только, ну, скажем, там, сервер-сайт приложения, вы, скорее всего, использовали там сборку, сборщик Mavin, он называется, да, очень популярный у серверных разработчиков. Gradle – это фактически тоже как Mavin, но другой, но Gradle. Да, там используется просто DSL-язык, да, это называется Domain Specific Language, язык, на котором вы можете писать некоторые скрипты сборки, он называется Groovy. Он чем-то похож на Python, но не совсем, вот, и работает он на Java Virtual Machine, то есть на JVM. Вот, еще вот, Kotlin же уже появился, да, официально, да. В Gradle, там, 3.3, по-моему, версии, вы еще можете писать эти скрипты на Kotlin. Вот, то есть вообще просто замечательно. Большую часть времени вам с Gradle сталкиваться, ну, вот, не придется. То есть у вас будет специальный Gradle-файл, вам Android Studio его создаст, вам в него просто надо будет небольшие изменения вносить. В крайнем случае документация по Gradle есть, она очень большая, вы сможете там что-то изучить. То, что будет касаться разработки наших приложений, мы постараемся объяснить, как там в Gradle добавлять какие-то зависимости, прописывать версии. Это все очень легко. Теперь смотрите, где вообще всему поучиться, да, потому что инструментарий большой, мы будем рассказывать что-то на лекциях, но что-то есть и дополнительное. Во-первых, самый главный сайт – это developer.android.com. Там, во-первых, вы найдете Android Studio, SDK, все можете загрузить и установить, в том числе документация, примеры кода. Там есть много обучающих видео. Там, по-моему, есть ссылка на курс на Udacity, на, собственно, разработка под Android. Вы можете попробовать его посмотреть, там что-то есть интересное. Есть канал Google вот на YouTube. Они там выкладывают довольно большое количество коротких видео по новым компонентам, которые появляются в Android, да, особенно вот это на Google.io появляется очень много видео, и потом в дальнейшем. Ну, конечно же, собственно, Stack Overflow, GitHub.com, там вы можете найти огромное число примеров, да, то есть если у вас какой-то вопрос, вы его пишете в Google, а обычно первая ссылка у вас будет в Stack Overflow. но мы тут с Кириллом будем вас предостерегать, чтобы вы не занимались просто копированием кода и перенасом в ваш проект, потому что не забывайте, что код, который на Stack Overflow, он написан быстро, на коленке, не всегда проверяется, и стабильность его работы как бы, ну, не гарантирована. Вы обычно смотрите, понимаете все-таки, что надо сделать, а потом пишете свой код. Это нормальный подход. На GitHub.com вы можете найти просто огромное число проектов, да, если у вас, опять же, вопрос какой-то, как что-то сделать, вы зачастую на GitHub прям можете найти проект с использованием этого компонента, посмотреть исходники и разобраться, как сделано. Это, по-моему, просто замечательно тоже. Раньше такого не было, там еще, я не знаю, там 5-7 лет назад, а сейчас, ну, почти все компоненты можно найти на GitHub, и их использование. Вот. Ну, и еще самый главный сайт, они фактически как бы друг друга дублируют. Это source.android.com и github.com.android. Там лежат исходники андроида. Как я говорил, если вы сильны духом и хотите разобраться, как он устроен внутри, можете их себе выкачать. Объем, сразу предупреждаю, большой, порядка 30 гигабайт, может, порядка 40. Вот. Но вы можете все, в принципе, смотреть на GitHub, там же удобно, в принципе, просто ходить по директориям, смотреть код. Все, в принципе, можно изучать. Сейчас мы немного поговорим о том, как вообще устроена операционная система Android, и начнем с ее архитектуры. Ну, наверное, вы все знаете, что операционная система Android основана на ядре Linux. Вот. В общем-то, на этом все сходства с Linux'ом ее заканчиваются. Вообще, операционная система устроена как слоеный пирог. И если посмотреть на картинку, то вот ядро Linux'а, оно вот в самом низу. Над ним находится hardware abstraction layer. Это некий слой, который представляет абстракцию доступа к аппаратным ресурсам. Дальше по иерархии находится слой нативных библиотек. Это какие-то программы, которые написаны на языке C и C++, которые непосредственно работают с оборудованием операционной системы. Чуть выше находятся непосредственно классы фреймворка Android. Этот код уже написан на языке Java. Это компоненты, с которыми работают приложения, написанные под Android на языке Java. И самый верхний слой, где написано Applications, это, собственно, сами приложения. И вот вы, как разработчики приложений под Android, вы находитесь вот на самом верхнем вот этом вот уровне. Там же находятся такие приложения, как телефон встроенный, как приложение для просмотра текстовых сообщений. И, в общем, все, что вы видите у себя на лонч-скрине, на всей иконке, это как раз вот эти самые приложения. Все остальное от вас скрыто. И в нем реализованы довольно интересные шаблоны и подходы для реализации взаимодействий между всеми этими компонентами. Но это целая отдельная большая история. Мы будем касаться ее косвенно. И когда будет необходимость, мы будем освещать какие-то детали и чуть-чуть погружаться внутрь. Да, конечно. Мне просто интересно, если я буду писать приложение для получения root-правы, насколько глубоко мне нужно будет учить в этой слое на первую? Для получения root-прав. Ну, вот смотрите, вот здесь вот Android Rantime и Linux Kernel. Все права доступа — это POSIX control-листы. И, собственно, root находится тоже вот здесь. Собственно, мы чуть-чуть поговорим о безопасности Android-приложений, как она там устроена. И одно из основных таких особенностей операционной системы Android — это то, что каждое приложение — это в контексте операционной системы, это отдельный пользователь. И эта парадигма, как раз модель безопасности, она строится вот отсюда и до самого верху. Поэтому если вы говорите о пользователях операционной системы Linux, то это вот эти нижние слои, и, собственно, вам надо работать на этом уровне. Это языки C, C++ и, собственно, интерфейс взаимодействия с ядром и с операционной системой. Процесс запуска операционной системы Android, он тоже отличается от типичного запуска Linux-овой операционной системы. Картинка эта довольно сложная. И здесь, на самом деле, есть две линии, на которые надо обратить внимание. Первая — это вот черный такой граф и, собственно, красный. Начнем с самого начала, вот с этого квадрата, когда у нас инициализировался наш процессор. После того, как, собственно, процессор запустился, он запускает некую программу загрузчик, которая называется Bootloader, которая загружает основные драйверы основных устройств и, собственно, ищет код ядра для загрузки ядра операционной системы. После этого в режиме ядра запускается непосредственно сама операционная система. Мы переключаемся в пространство пользователя и выполняется первый процесс ENIT, который инициализирует основные библиотеки, нативные операционной системы Android, после чего запускаются нативные библиотеки, такие как работа с сервисами, библиотеки работы с Bluetooth-устройствами и все низкоуровневые реализации, которые написаны на нативном языке C++. И отсюда же запускается основной процесс Android-рантайма, который запускает виртуальную машину Java. Это может быть DAW, как в реализациях до версии API 21, либо ART в более новых версиях Android. И все остальные сервисы и компоненты операционной системы и наших приложений, они работают уже в инфраструктуре Java, в процессах, которые порождены от Java процесса и инициализированы вот этой вот виртуальной машиной Java, инициализированы как раз на шаге, результат выполнения программы App Process. Зигот — это один из самых важных процессов, потому что все процессы, порожденные вами, как пользователям, разработчикам прикладных программ, они являются дочерними процессами вот этого процесса Зигот. Дальше все довольно тривиально. Этот процесс порождает Child Process, который, собственно, и является основным для работы вашего приложения. И если зайти чуть-чуть с другой стороны и посмотреть на экран лаунчера, это тот экран, где иконки приложений, и что происходит, когда вы кликаете на эту иконку. Собственно, после клика приложения лаунчера, это такое же Android-приложение, как и любые другие, написанные вами. После клика приложения лаунчера вызывает некий метод на одном из основных сервисных объектов Android с намерением запустить выбранное приложение. После этого от процесса Зигот отводится дочерний процесс, создается отдельный пользователь для вашего приложения, если приложение устанавливается, запускается процесс с вашим приложением, и ваше приложение запускается как порожденный процесс от процесса Зигот. Таким образом, каждое приложение работает в своем процессе. Это обеспечивает изоляцию приложений друг от друга и некую модель безопасности. Все приложения в операционной системе используют изолированную память и, в общем, никак напрямую не могут повлиять на работу других приложений и непосредственно обратиться и изменить память соседнего приложения в соседнем процессе. Если посмотреть на запуск приложений в Linux, то здесь схема довольно простая. После того, как отрабатывают методы init, запускается shell. После этого мы форкаем в операционной системе Linux для того, чтобы породить дочерний процесс, вызывается метод fork. Он делает копию родительского процесса. После там есть еще обязательная команда exec, которая, собственно, сбрасывает стэк родительского процесса, и затем выполняется ваш метод main в вашем процессе. В андроиде все устроено немного иначе. Да. Вот это знакомый init и fork. Все остальное, в общем, ничего общего с запуском процессов в Linux не имеет. Как я уже говорил, init запускает специальный процесс zgod, в котором есть инстанс виртуальной машины. Также там есть некий сокет unix, через который взаимодействует специальное приложение, специальный процесс activity manager с процессом zgod. Как раз через этот сокет происходят вызовы для инициализации и порождение новых процессов для ваших приложений. Вызывается метод fork, но не вызывается метод exec. То есть стэк дочернего процесса, он не сбрасывается, и все объекты, инициализированные вот здесь, они копируются и становятся доступны в вашем порожденном процессе. Что это дает? Вообще запуск виртуальной машины – это довольно длительная операция. Она может занимать секунды. А вообще разработчики операционной системы пытались, хотели добиться того, чтобы запуск нового приложения укладывался в 200 миллисекунд. И очевидно, если мы на каждом запуске нового приложения будем стартовать виртуальную машину с самого начала, то мы уже никак не можем уложиться в эту метрику 200 миллисекунд. Таким образом, они решили изменить сам процесс порождения новых процессов. И когда после выполнения метода fork мы получаем новый процесс, он имеет все те же преинициализированные ресурсы. То есть на самом деле там запущена виртуальная машина с уже презагруженными Java-классами, и она уже в рабочем состоянии. Технически это выглядит так, что вот эти два процесса, они ссылаются на одни и те же объекты в памяти. Используется подход copy-on-write, то есть до тех пор, пока дочерний процесс читает память родительского процесса, они используют одну и ту же область памяти. Когда дочерний процесс осуществляет запись, то эти блоки памяти копируются, и, собственно, дочернему процессу доступны уже измененные блоки памяти по другому адресу из адресного пространства вот этого процесса. В рамках дочернего процесса запускается looper. Это инструменты управления и выполнения команд как раз в среде Android. О них мы поговорим чуть позже. И далее запускается ваше приложение. Activity — это один из основных компонентов Android-приложения. О них мы тоже будем очень много говорить и буквально очень скоро. Также есть специальные компоненты, как Activity Manager и System Service. Activity Manager — это сервис, который управляет жизненным циклом ваших приложений в операционной системе Android. То есть именно отсюда исходят команды на порождение нового процесса и запуск приложений. Вот эти две стрелки как раз означают, что Activity Manager запускает новый процесс посредством обращения к сокету в процессе Z-GOT, который, собственно, и форкает нам дочерний процесс для запуска приложений. Service Manager, System Service — это специальный компонент, в котором регистрируются все сервисы, запущенные в операционной системе Android. То есть если ваше приложение хочет, например, узнать, есть ли какие-то разрешения у какого-то другого приложения на доступ к записи на диск, то мы должны вызвать специальный метод у, условно говоря, фреймворка Android, который нам предоставит эти данные. И вот они все работают посредством специальных служебных компонентов, в том числе, если нужно обратиться к какому-то сервису фреймворка, используют компонент System Service. Теперь наше Android-приложение. Несмотря на то, что Android-приложение пишется на языке Java, а сейчас уже зачастую на Kotlin, это не совсем та Java, которая используется обычно при разработке серверных приложений. Те, кто знаком с Java, знают, что если скомпилировать обычное Java-приложение, мы на выходе получим сначала класс файла, в которых будет содержаться байт-код, и если мы их запакуем в какую-то библиотеку, то это будет, как правило, JAR, где, собственно, это zip-архив, в котором содержатся наши класс файлы с Java-байт-кодом. У Android-а используется другая виртуальная машина, как я уже говорил, это либо Dalvik, либо Art, и формат байт-кода там отличается от формата байт-кода обычной Java. Поэтому класс файлы, файлы с исходным кодом, с байт-кодом для виртуальной машины Android-а, они отличаются от байт-кода для виртуальной машины Java. Но есть что-то общее. Несмотря на то, что в результате мы получим другой артефакт, есть фаза компилирования Java-кода в обычный Java-байт-код посредством компилятора Java, но дальше с этим кодом происходят некие преобразования и метаморфозы. Вообще Android-приложение — это не только код, написанный на Java. Android-приложение содержит множество других компонентов и ресурсов для работы вашего приложения. Это какие-то строковые константы, это какие-то ресурсы размеров, картинки, которые вы используете в своем приложении. Все это образует артефакт, который и загружается из стора в ваше приложение и запускается. То есть недостаточно просто скомпилировать там, условно говоря, исполняемый какой-то бинарник, и запустить его, он будет работать. Поэтому процесс запаковки этих всех ресурсов, он очень, ну, состоит, проходит в несколько этапов. Java-классы, полученные в результате компиляции Java-кода компилятором Java, преобразуются посредством специального обработчика компилятора DEX, преобразуются в файлы байт-кода для операционной системы Android. Сюда же попадают специальные конфигурационные файлы, которые находятся в контексте вашего приложения. Там содержится информация об основных компонентах вашего приложения. И здесь же ресурсы. И посредством специального инструмента Android Asset Packaging Tool запаковываются в APK-файл, который, по сути, является тоже zip-архивом, но не таким, как JAR, потому что содержит довольно много компонентов. И вот очень важно, вот этот файл Android Manifest, без него ваше приложение не сможет быть установлено на устройство и, соответственно, не может быть запущено и выполнено. И как раз мы видим Android Manifest. Android Manifest — это основной файл конфигурации вашего приложения. У каждого приложения есть манифест. В манифесте содержатся такие данные, как название вашего приложения, package name и все компоненты, которые в вашем приложении используются. Компонентов в Android приложении существует конечное число. Есть специальный блок application — это информация о настройках вашего приложения. И Android компоненты — activity, сервисы, ресиверы и контент-провайдеры. И также дополнительная информация, такая как какие-то особенности запуска этих приложений, какие-то разрешения. Мы о них сейчас немного поговорим. Вообще, Android приложение, опять же, имеет существенное отличие от обычного Java приложения. Тем, что с точки зрения вас, как программиста и операционной системы, точнее клиента вот этого приложения, Java имеет метод main, который является единственной точкой входа в ваше приложение. И когда вы запускаете приложение, то вы всегда знаете, что начнет исполняться метод main, а из него, в общем, вы дальше запускаете какие-то свои сервисы, службы и как-то взаимодействуете и решаете какие-то задачи в Android. Метод main, конечно, существует, но он от вас скрыт. Таким образом, Android выделяет несколько компонентов — activity, сервисы, ресиверы и контент-провайдеры, которые являются и могут являться точками входа в ваше приложение. Это значит, что как раз в манифесте, определяя вот эти вот четыре группы компонентов, вы описываете все точки входа в ваше приложение, как операционная система может запустить или вызвать ваш процесс и, собственно, начать с вами взаимодействовать. Поэтому без Android-манифеста, собственно, операционная система ничего не сможет сделать, потому что точка входа в ваше приложение — это как раз вот эти вот описанные здесь компоненты. Это является существенным отличием от обычных программ, возможно, тех, что вы привыкли писать, потому что вот в питоне есть там какая-то функция, которая вызывается первой, там, в C есть функция main. Здесь для вас, к сожалению, такого места нет. И это привносит достаточно большую сложность вообще в процесс разработки приложений ввиду множественных путей запуска. Это значит, что какие-то компоненты, которые должны быть иноциализированы один раз, возможно, какие-то потоки фоновые процессы, которые должны быть запущены или работать в фоне, они должны учитываться, когда вы попадаете в ваше приложение с любого из этих мест. И это довольно… иногда бывает нетрериальная задача, как разделить и грамотно управлять всеми этими компонентами в вашем приложении. Сами компоненты у них разделены, собственно, по своим обязанностям. Activity — это основной элемент. Activity, как правило, та часть приложения, которую видит пользователь, с которой он может взаимодействовать. Без Activity ваше приложение не может быть запущено, например, с лаунч-скрина. То есть у вас не появятся иконки на запуск после установки, если не объявлена ни одна Activity в манифесте. Сервисы — это специальные компоненты, у которых нет интерфейса, то есть они не взаимодействуют напрямую с пользователем. Они призваны выполнять какую-то фоновую задачу в вашем приложении, то есть какая-то активность, которая не требует вообще никакого взаимодействия с пользователем, как, например, проигрывание музыки. Там на самом деле есть две части у этой задачи. Первая — это непосредственно контролы плеера, где вы можете включать и выключать воспроизведение. Вторая часть — это непосредственно само воспроизведение музыки, которое должно работать, даже когда пользователь не находится в приложении. Вот это как раз один из таких канонических примеров работы сервиса. Ресиверы — это специальные компоненты, которые позволяют получать специальные сообщения, которые система умеет рассылать. Что это за сообщения? Например, у нас пропала сеть, то есть пользователь зашел в тоннель, и у него пропал сигнал сотовой сети. В этом случае операционная система разошлет специальное сообщение о том, что сигнал сети пропал, и наше приложение может подписаться на этот тип событий, и тогда оно получит уведомление. Возможно, вашему приложению это необходимо для того, чтобы как-то адаптировать поведение на такую ситуацию, на такое событие. Либо же обратная ситуация. Вам надо знать, когда интернет появился, чтобы обновить какие-то данные. Вы можете зарегистрировать свое сообщение как получатель такого типа сообщения, и операционная система доставит до вас это сообщение, и вы сможете каким-то образом его обработать и выполнить какие-то действия, необходимые для работы вашего приложения. И здесь нет одного компонента. Контент-провайдеры. Контент-провайдеры — это специальные компоненты, которые являются поставщиками данных для вашего приложения. Например, есть у нас в телефоне контакты. Контакты — это специальные данные, которые хранятся в специальном приложении, в специальном хранилище в операционной системе. И на самом деле ваше приложение, оно не имеет прямого доступа к этим данным, потому что они, во-первых, находятся в другом процессе, а во-вторых, это зачастую приватные данные пользователя. А сейчас, как вы знаете, приватность принято охранять, и не каждое приложение может иметь свободный доступ к этим контактам. Для того, чтобы как раз обеспечить какой-то уровень безопасности и позволять приложениям из разных процессов получать и обмениваться данными, как раз существует компонент контент-провайдера. Мы о них будем говорить, наверное, во второй половине нашего курса, как с ними работать и какие инструменты используются. Важно понимать, что, как я уже говорил, все приложения — это отдельные процессы, и как раз это ограничение приводит к тому, что у нас есть вот такие компоненты, как контент-провайдеры, которые позволяют нам выстроить обмен данными между различными процессами. Ну и класс Application. Класс Application — это объект, который существует в контексте экземпляра нашего приложения. Это, по сути, некий синглтон. Он инициализируется вместе с запуском нашего приложения и, в общем, хранит там какие-то данные, инициализируется, когда наш процесс с нашим приложением запускается. Возможно, вы его не будете никогда использовать, но, как правило, в нем инициализируют какие-то объекты, которые нужны на протяжении жизни всего приложения, и, как правило, нужны в одном экземпляре. Это как раз одно из мест, где можно такие объекты создавать и хранить, и управлять ими. Манифест, как вы, наверное, успели заметить, имеет расширение XML. Это наследие, доставшееся нам от самых первых версий Android. Здесь невозможно использовать никакие скриптовые языки, как, например, в Build Gradle, и приходится редактировать XML-код. XML здесь есть разные объекты. Собственно, они содержат набор атрибутов. С ними можно познакомиться из документации, описаний каждого компонента на сайте Google Developer Google.com. Помимо настройки конфигурации основных компонентов, о которых мы говорили чуть раньше, здесь же настраиваются специальные разрешения для приложений. Что такое разрешение? Как раз доступ на чтение контактов – это один из видов разрешения, которое может быть запрошено вашим приложением и операционной системой. И с версии 23, с API 23, с версии 6.0 вы, наверное, замечали, что появляются специальные диалоги, когда там написано что-то вроде «это приложение запрашивает доступ к контактам, хотите ли вы его предоставить». Это как раз механизм разрешений, и все разрешения, которые нужны вашему приложению, описываются здесь же в файле манифеста. И в процессе работы они будут тем или иным образом запрошены или получены. Некоторые разрешения запрашиваются посредством взаимодействия с пользователем показа диалога, некоторые даются незаметно для пользователей, такие как, например, разрешение на доступ к интернету. Собственно, больше, наверное, ничего здесь и интересного в манифесте нету. Ну, единственное, что еще можно отметить, это то, что здесь же вот в описании аппликейшна вы настраиваете имя, которое будет отображено в лаунчере, и, собственно, иконка приложения, которая будет видна на рабочем столе, в лаунчере, в вашем устройстве. Все это конфигурируется тоже в файле манифеста. Очень также важная вещь в манифесте – это описание пэкэджнейма и версии вашего приложения. Пэкэджнейм является неким идентификатором вашего приложения. Таким образом, перед тем, как публиковать у приложения должен быть определен пэкэджнейм, вообще пэкэджнейм – это стандартный атрибут всех джавовых приложений, все они делаются в контексте какого-то имени пакета. Что важно для андроида – это то, что, когда вы публикуете первый раз приложение в маркет, больше вы пэкэджнейм изменить не сможете. То есть это условно некий ID вашего приложения в маркете, и ID вашего приложения на устройстве. На устройстве может быть только одно приложение с соответствующим пэкэджнеймом. Поэтому если вы делаете какое-то продакшн-приложение и выбираете для него пэкэджнейм, принимаете это решение с самого начала окончательно, то есть что-то поменять потом после публикации уже не получится. Version name и version code – это специальные идентификаторы, которые позволяют версионировать ваше приложение. Version code – это специальное числовое значение, которое идентифицирует версии. Оно интолое, оно всегда возрастает. Таким образом, в Play Market отслеживаются обновления ваших приложений. Когда вам телефон предоставляет нотификацию о том, что появилась новая версия, это значит, что разработчик опубликовал сборку АПК приложения с version code больше, чем тот, с которого у вас установлено приложение. Version name – это просто какое-то читаемое представление версии для пользователя. Если вы зайдете в свойства вашего приложения на устройстве, вы увидите, что там есть некое обозначение, например, версия 1.10.23. Это как раз вот этот version name для того, чтобы вы знали, какая версия у вас. Либо когда разработчику понадобятся какие-то дополнительные данные о версии, вы можете предоставить ему данные об этом version code. Также указывается место, куда устанавливается приложение. Есть несколько типов хранилищ, куда приложение может быть установлено. Это внешняя память, внутренняя память. Ну, о деталях реализации мы будем говорить на нашем курсе. Тем не менее, место установки вашего приложения также можно задать в манифесте. Оно может быть задано принудительно, либо выбираться автоматически в зависимости от доступности тех или иных хранилищ на устройстве. То есть, условно, если есть SD-карта и туда возможно поставить приложение, оно поставится на SD-карту, таким образом не будет тратить доступное внутреннее пространство в памяти телефона. Это зачастую бывает важно, когда ваше приложение довольно большое, размер, объем внутренней памяти ограничен, но он, как правило, значительно меньше объема памяти, доступного на каких-то внешних носителях и SD-картах. И пользователи с моделями телефонов довольно простого сегмента, это не топовые модели, а какие-то более дешевые устройства, они зачастую страдают от нехватки внутренней памяти и очень будут рады, если вы, как разработчик, предоставите им возможность либо установить приложение на внешнюю память, либо возможность перенести это приложение туда. Это можно как раз сконфигурировать в файле манифеста. Объект Permissions, он настраивает те самые разрешения для вашего приложения. Про Permissions мы будем говорить довольно подробно на одной из наших лекций. В манифесте указывается имя Permission, которое запрашивается, указывается, соответственно, название для пользователя, которое будет отображено у него при запросе этого Permission. И специальные атрибуты этого Permission, такие как Permission Group и Protection Level, это все детали реализации системы, ну, разрешения этих самых в Андроиде, и мы о них будем рассказывать. Сейчас для начала работы и знакомства с операционной системой важно знать, что все Permission настраиваются в файле манифест, и, в общем, только здесь они полностью конфигурируются. Все, что потребуется для вашего приложения, должно быть сконфигурировано вот здесь. Иначе при попытке доступа к ресурсу, на который вы не запросили Permission, у вас будет исключение на рантайме, и, скорее всего, это будет крэш-приложение. И, скорее всего, этого лучше избегать по возможности. Блок аппликейшена в манифесте, он на самом деле очень большой, и, ну, вот можно оценить, насколько здесь бывает, сколько доступно атрибутов для конфигурации блока аппликейшен. Аппликейшен — это один из корневых объектов в файле Android манифеста. Все остальные компоненты, такие как Activity Service и Broadcast Receiver, они настраиваются внутри блока аппликейшена, потому что они, ну, они как бы являются частью нашего приложения. Большинство из этих атрибутов, скорее всего, вам никогда не понадобятся, ввиду того, что есть набор основных, а они перечислены вот здесь. Вот достаточно, как правило, вот этих четырех, чтобы заставить ваше приложение работать. И этого будет в большинстве случаев вам достаточно. Если вам понадобится какая-то особая конфигурация, тогда можно будет пойти в документацию и, собственно, почитать о возможных атрибутах, которые есть. Но они достаточно специфичны и редко когда используются. Вот у нас в приложении, ну, штук семь, наверное, используется, то есть четыре основных и три каких-то дополнительных. Как правило, этого бывает достаточно. Ну, опять же, все зависит от задач, которую вы решаете и от каких-то дополнительных возможностей системы, которые нужны для вашего приложения. Блок-активити — это, собственно, объект, который описывает конфигурацию вашего активити. А конфигурация может быть еще больше, чем у приложения. Основные атрибуты — это имя активити, ориентация экрана, режим запуска активити и описание там, ну, метка. Name — это, как правило, ссылка на имя класса запускающего активити. Как это работает? Когда Activity Manager будет запускать ваше приложение, он на самом деле будет искать вот эту активити по имени класса, который вы указали в Name, и запускать его, создавать средствами рефлексии в Java, вызывая конструктор без параметров. И для того, чтобы он смог найти класс, который ему нужно создать, вы его указываете как раз вот в атрибуте Name у Activity. Ориентация экрана — это больная тема в Android. Вы можете зайти на Stack Overflow, написать просто Screen Orientation, и у вас будут тысячи ответов и тысячи пользовательских слез о том, как они страдают, пытаясь поддержать смену конфигурации. Почему это так болит у всех? Болит это потому, что когда экран переворачивается, все предыдущие объекты, которые были в одной ориентации, полностью уничтожаются, и в другой ориентации пересоздаются с нуля. То есть это абсолютно новые объекты, в которых, в общем-то, нет ничего. И боль ваша как разработчика — это восстановить состояние предыдущего Activity. То есть если у вас были какие-то фоновые потоки, какие-то операции, какое-то пользовательское состояние, оно должно быть восстановлено. И это не всегда тривиально. И существует множество как хороших, так и костыльных решений, как обеспечить вот это сохранное состояние. В том числе и операционная система предоставляет некие инструменты, которые могут вам помочь решить эту задачу. И как раз ориентация, она задается вот этим атрибутом. Вы можете запретить поворот Activity и, в общем-то, лишить себя довольно большой доли страданий с пересозданием этих компонентов. Но это нерекомендуемый способ, потому что вы лишаете пользователя некой довольно большой части функциональности и вот этого пользовательского опыта, когда у него на портретной или альбомной ориентации есть больше возможностей работать и взаимодействовать с текстом и с вашим приложением. То есть, как правило, запрещать ориентацию, смену ориентации – это не самый лучший выход для вашего приложения. Если вы хотите это сделать, стоит подумать еще раз об этом. Режимов запуска Activity тоже бывает несколько. Как я уже говорил, приложения в Android – это отдельные процессы, так вот, Activity можно заставить запускаться практически… ну, в отдельном процессе, в отдельном стеке. Мы об этом будем говорить, какие есть возможности запуска этих Activity. Но, в общем, если вдруг вам понадобятся какие-то особые способы запуска этого Activity, то они тоже конфигурируются здесь и из манифеста. Ну, свои бы вам тут, наверное, все понятно. Это какое-то описание, метка. Сейчас мы попробуем создать, запустить Android Studio и создать наш первый Hello World проект и посмотреть вообще, как это выглядит в среде, какие есть компоненты и что создает для нас IDE. Так, ну, вот мы запустили Android Studio и вы увидите такой экран, скорее всего, если вы никогда ее не запустили… Ой. Вот, скорее всего, если вы ее только что установили, вот здесь у вас ничего не будет. И представим, что мы никогда не разорвали ничего под Android и запускаем наш первый проект с нуля. Вот, Start New Android Studio Project. Окно настройки нашего проекта. Здесь вам необходимо указать имя приложения и тот самый company domain, который будет являться package name'ом вашего приложения. То есть вот файлы с исходниками будут находиться вот в этих директориях. Есть нюанс, что вот эти директории и то, что указано в манифесте, в общем-то, они должны совпадать, но это не точно. Они могут быть… могут отличаться. Это исходит из особенностей формирования пакетов с вашими приложениями и возможности модификации package name'а в результате сборки артефакта. Ну и, собственно, Project Location – это директория на диске, куда будет сохранен наш проект. Ну, давайте мы назовем его как-нибудь… Да, конечно. А я внутри только одного пакета могу работать? Ну, одно Android-приложение только внутри одного пакета, да? Ну, смотрите, вот есть… Вообще пакет – это ваше доменное имя, ну, в обратном порядке. Вот, и, соответственно, есть уровни этого там доменного имени. Вот на каком-то уровне вы обязаны быть в рамках одного пакета, а внутри вы можете создавать другие поддиректории, которые будут являться просто… Ну, уровень вложенности будет повышаться. Но вот сам package name для артефакта определяется вот этим вот основным именем пакета. Дальше от него там вы можете выстраивать довольно глубокую структуру, и тут ограничений почти обозримых нету таких, которые бы вас заставили прекратить это делать. Мы создали наш проект, и теперь нам необходимо сконфигурировать наше приложение для работы на определенных устройствах. Здесь мы можем выбрать, используем ли мы только телефоны, либо мы поддерживаем телефоны и планшеты. Также мы выбираем версию, минимально поддерживаемую версию Android. Это то, о чем мы говорили в начале лекции, это та версия Android операционной системы, на которую наше приложение поставится, старее которой мы просто не сможем быть установлены на устройство с версией Android OS ниже, чем указано здесь. Есть несколько способов реализации этого механизма, но для вас, как для пользователя, если у вас устройство с Android OS ниже, чем 4.4, вы в Play Market просто не увидите это приложение в поисковой выдаче. То есть у вас сам инструмент Google магазина, он не даст вам выбрать приложение, которое не поддерживает платформу, не указанную здесь. Также мы можем выбрать поддержку дополнительных устройств, таких как Wear TV и Android Auto, но это выходит, к сожалению, за рамки нашего курса, мы будем все-таки делать приложение для телефонов. Вы сказали, что если это старая версия, то мы не увидим его в выборке. А что значит, когда пишут, что несовместима за скорость? Значит, что у вас в Android Манифесте можно указывать дополнительные компоненты, которые используются, и их просто не оказалось на устройстве. Обычно Google, конечно, тоже фильтрует, и вы тоже не должны увидеть такое приложение. Но иногда они как бы проходят проверку такую, но потом оказывается, что какого-то компонента нет, например. Но это в том числе может быть, например, если указано, что требуется телефония, а у вас планшет без симпатизма. Но часто бывает так, что даже в этом случае приложение может быть установлено, но при попытке позвонить ваше приложение может сломаться, если вы не делаете проверку на то, что устройством поддерживается тот или иной системный сервис. Есть еще, насколько я помню, есть еще такая вещь, когда вы заходите из браузера в маркет, и у вас к вашему аккаунту привязан какое-то устройство, и вы смогли найти в маркете это приложение в браузере, то у него может быть как раз лейбл о том, что с устройством привязанным к вашему аккаунту это приложение несовместимо. Но тем не менее в браузере вы это смогли в поиске Google найти. С устройства вы, скорее всего, это приложение в списке не увидите, ввиду того, что ваше устройство… Вообще Play Market – это особое приложение на вашем телефоне, оно собирает некую сводку о устройстве и поддерживаемых сервисах и операционной системе и передает ее в Play Market. И на основе вот этой информации Play Market определяет, совместимы ли те или иные приложения с вашим устройством или нет. И когда вы пользуетесь устройством и пытаетесь поставить приложение, на основе вот этого контракта вам те или иные приложения из выборки будут скрываться, либо показываться. Вот это тоже один из инструментов, как Google обеспечивает поддержку, обратную совместимость и вообще консистентность приложения и в соответствии вот с этими настройками, которые вы задаете в манифесте. Можно вопрос еще? Да. А в эмуляторе можно смоделировать ТВ и носим устройство или там только смартфон? Вообще были эмуляторы и часов, и с ТВ, наверное, есть. Там довольно большая библиотека, и она постоянно обновляется. Там есть разные образы и разные устройства, которые можно запустить. И вероятно, что сейчас можно и ТВ запустить, и часы, часы тоже можно. Но надо понимать, что эмулятор с часами – это не часы отдельно, потому что вы эмулируете канал связи, а здесь с часами это довольно критично. Поэтому лучше тестировать все-таки, например, часы на настоящем устройстве. Это будет все-таки более честное тестирование. Но с телефонами тут, конечно, все попроще, потому что оно работает в контексте эмулятора, и здесь, в общем, влияние вот этого канала и среды, оно не такое большое, как на устройствах. Ну, будем считать, что мы сконфигурировали наше приложение, и давайте пройдем дальше. И здесь у нас есть некий визорд, который позволяет нам выбрать какие-то предустановленные макеты для нашего приложения. Макетов довольно много. Если вы, ну, настоящий такой разработчик, вы, конечно, выберете вот этот и будете все делать сами. Но тем не менее, для того, чтобы собрать какой-то прототип или начать что-то быстро делать, у вас, ну, Google предоставил довольно много возможностей выбора. И вот сейчас выбран Empty Activity, но видно здесь, что есть Toolbar. Это один из элементов материал-дизайна, один из элементов навигации. И, в общем-то, для начала и работы, и создания вашего первого приложения этот вариант будет наиболее подходящим ввиду того, что там нету каких-то дополнительных элементов. И выглядит он в соответствии с материал-дизайном. Вы можете посмотреть, как должна выглядеть Activity в соответствии вот с этими навигационными шаблонами. У нас здесь есть специальное Activity, шаблон Activity с нижней навигацией. Этот шаблон навигации был поддержан Google недавно. Не так давно он не использовался и даже, наоборот, считался нерекомендуемым паттерном. Год назад, наверное, его добавили в рекомендуемые, добавили компоненты визуальные для работы с ним, и теперь он здесь есть в качестве шаблона. Также есть шаблон с поддержкой специальной плавающей кнопки. Вы наверняка видели его в стандартных гугловых приложениях и в приложении ВКонтактов, например, довольно часто используется, вот, собственно, здесь она будет. Специальные Activity для работы с картами – это Activity, которые поддержат приложение Google карты в вашем устройстве. Ну и различные варианты компонентов. Тут что-то есть, Fullscreen для того, чтобы скрыть Toolbar и Navigation Bar и использовать, например, в просмотре фотографий в полноэкранном режиме. Можно использовать Fullscreen Activity. Стоит еще вот обратить внимание на вот этот компонент. Это… Вот он здесь, видно его. Этот специальный навигационный подход использовался в приложениях довольно долгое время, но он и сейчас продолжает использоваться как совместно с ботонавигейшеном. Это специальная шторка, которая выезжает сбоку, где есть пункты меню, и, собственно, вы можете выбирать разделы вашего приложения и перемещаться по разным… переходить на разный контент. Вот. Есть целый шаблон, который создаст для вас вот эту шторку, и, собственно, область для контента… Там ее сейчас не видно. Она тоже будет создана. Вам нужно будет только добавить свои элементы верстки, да. Несколько Activity можно выбрать? Отсюда выбрать нет. То есть вы выбираете шаблонную Activity, а затем уже сами добавляете эти элементы. Я покажу. Это делается из ID очень просто, примерно таким же образом. Давайте выберем Empty. И посмотрим, что нам дальше предстоит сделать. Нам надо теперь выбрать, собственно, имя класса и имя этой Activity. Также здесь есть возможность автоматически сгенерировать разметку для этой Activity, имя выбрать для этой разметки и использовать ли библиотеки совместимости. Что такое библиотеки совместимости? С развитием операционной системы Android добавляются все новые и новые визуальные компоненты. Различные вот эти плавающие кнопки, bottom navigation бары, и они реализованы в качестве отдельных каких-то виджетов. И на старых версиях операционной системы этих виджетов нет. И, конечно, они там не появятся до тех пор, пока устройство не обновится. Но для того, чтобы обеспечить пользователю такой же пользовательский опыт и показать все те же элементы, Google выпускает в специальной библиотеке совместимости вот Tab Compact, в которых вот эти же визуальные компоненты реализованы инструментами, доступными в старых версиях операционной системы. Таким образом, Google обеспечивает переносимость всех нововведений на старые платформы. Работает это не всегда хорошо, это не всегда работает, но в большинстве случаев работает. И это является рекомендуемым способом работы как раз с UI и с библиотеками обратной совместимости. В противном случае вам бы пришлось поддерживать различные версии приложений с различными верстками экранов для разных версий операционной системы. Ну, я думаю, что никто не против, если мы остановимся на этих названиях компонентов и посмотрим, что там сгенерируется нам. Сейчас запустится наша среда с некими сгенерированными компонентами и неким кодом, который будет создан как раз вот этими шаблонами, которые мы выбрали на первом этапе. А кто работал с IntelliJ IDEA? Вот тогда, наверное, интерфейс объяснять тут большого смысла нету. Выглядит она, ну, как вы видите, достаточно знакомо. Есть некое отличие вот в этой верхней панели инструментов. И вот здесь по бокам, ну, там тоже есть блок, и там тоже есть некие вкладки. Они специфичны именно для разработки под Android, ну, ввиду того, что это все-таки не настоящая IntelliJ IDEA, а это среда, разработанная на ее основе. Но, тем не менее, интерфейс достаточно похож и, в общем-то, интуитивно понятен, если у вас есть опыт работы с IntelliJ IDEA. Собственно, верхняя панель инструментов – это как раз, ну, наверное, вот эта часть достаточно знакома. Запуск приложений. Дальше здесь есть возможности подключения от ватчика. И не вижу отсюда. Дальше компоненты для настройки Android SDK. То есть это инструменты, которые позволяют вам конфигурировать библиотеку SDK, там доставлять какие-то дополнительные библиотеки, загружать эмуляторы новые. Ну, я думаю, что мы туда зайдем и посмотрим, что там есть. Вот эта вот, вот эта вкладка, вот эта кнопка позволяет вам запустить эмулятор и начать на нем тестировать приложение. Но эмулятор у нас уже на самом деле запущен. Ну, ладно. К нему мы вернемся, когда запустим наше приложение. Итак, как мы и просили, у нас есть MainActivity. У нас есть некоторый код, который нам сгенерировала среда. И у нас есть файл разметки для этой Activity. Как вообще устроен проект? Какая у него структура? Вот в этой вкладке мы можем видеть такую древовидную структуру нашего проекта. Весь наш исходный код находится в Java. Там исходный код и тесты для нашего кода. Это в папке Manifest, непосредственно файл Manifest, в папке Res, ресурсы, которые пакуются вместе с нашим приложением. Там находятся картинки, текстовые ресурсы, какие-то ресурсы с размерами, которые используются при верстке. Внешний вид вот этого дерева можно менять. Сверху есть варианты просмотра этой иерархии. Сейчас это синтетическая иерархия, которая сгенерирована нам непосредственно Android Studio. Она виртуально разбивает наши объекты по этим директориям, чтобы нам было удобно с ними работать, чтобы мы знали, где весь исходный код, где у нас файл Manifest и где хранятся ресурсы. Мы можем посмотреть на реальную структуру проекта так, как она хранится на диске. Это нужно в случае, если вдруг вам нужно модифицировать какие-то файлы, которые не попадают ни в одну из этих категорий. Мы можем переключиться в вид project, и здесь уже все будет несколько иначе. Вот именно так выглядит директория с вашим приложением. Здесь видны все директории, созданные и служебные, начинающиеся с точки. Там находятся некие файлы конфигурации сборщика Gradle в папке Gradle и некие файлы конфигурации среды и проекта в папке ID. В папке App находится исходный код нашего приложения со всеми ресурсами. Вот, если мы ее раскроем, то здесь есть Build. Это директория, где будут храниться артефакты и все промежуточные файлы, которые создаются на этапе сборки и компиляции проекта. Libs — это директория, в которой хранятся какие-то внешние зависимости на библиотеке. Ну, SRC, понятно. Это наши SRC, это наш исходный код. Git-ignore. Все же знают, да, что такое Git-ignore? Отлично. Нет? Система контроля версии Git, она позволяет создавать специальные исключения для файлов, которые не должны быть добавлены в репозиторий. Эти правила для исключения, они содержатся как раз в файле Git-ignore. Как говорил уже Юрий, желательно, чтобы вы в ближайшее время познакомились с Git-ом, какие есть команды и как он устроен, и как он работает. Это вам сильно облегчит в дальнейшем работу с исходным кодом. Build Gradle — это непосредственно конфигурация сборки. В современных Android-проектах есть два файла Build Gradle. Один — это глобальная конфигурация на весь проект, а второй файлик — это конфигурация для приложения, для модуля. Там может быть несколько различных модулей в вашем приложении, и, собственно, файлы сборки могут быть для каждого модуля созданы отдельно. Мы об этом поговорим, когда будем говорить о сборке проекта и какие возможны конфигурации. Ну, здесь вот можно посмотреть как раз на то, что здесь указаны Application ID в виде Package Name. Здесь указаны версии SDK и Target и Min SDK, для которых наше приложение создано. Version Code и Version Name, которые используются как раз для идентификации версии приложения. И вот нижний блок — это зависимости от сторонней библиотеки, которые будут использованы при сборке нашего проекта. В директории с ресурсами есть отдельные директории для тестовых ресурсов и, собственно, для исходных кодов. Файлы ресурсов запрятаны достаточно далеко. Вот они лежат в папке REST рядом с папкой Java. И понятно, что, наверное, в повседневной работе режим отображения в виде Android проекта будет удобнее, чем вот постоянно лазить так далеко внутрь по директориям и искать, где же у нас все это находится. И также рядом с сорцами лежит Android Manifest. Он в корне вот этой директории Main, в которой находятся непосредственно все исходные коды нашего приложения. Ну и внутри Java по пакетам разбиты наши компоненты, и там же лежат наши Java файлы. Ну, давайте смотреть на нашу Activity. Наша Activity довольно простая. Первое, что бросается в глаза, это то, что это наследник некоего класса AppCompat Activity. Все компоненты, которые мы используем в нашем приложении, Activity, сервисы, broadcast, ресиверы и content провайдеры, они все являются наследниками специальных системных компонентов. Почему это так сделано? Ввиду того, что приложение на самом деле запускается не нами, а операционной системой, для того, чтобы передать нам какое-то управление, необходимо написать некий код, который, собственно, будет выполняться. И этот код написан как раз в базовых классах вот этих объектов. И если мы посмотрим на название метода, который здесь определен, это метод onCreate. Есть особенность, он называется как некое событие. OnCreate на создании. Называется он так не случайно. На самом деле это callback метод, который вызывается после непосредственного создания Activity. Насколько вам знакомо вот этот вот подход вызовов, callbackов и вообще инструментарий вот этих обратных вызовов? Есть кто-нибудь, кто не знает, что это такое и как это работает? Есть. Так, сейчас я попробую просто это объяснить. Представьте, что у вас есть код, который выполняется построчно. И некий вызов функции вызывается непосредственно, ну, последовательно там. Ну, например, вызвать функцию сложения двух чисел. Как правило, эта функция имеет возвращаемое значение. То есть это какое-то значение, результат суммы. И вы ожидаете, что код этой функции вызовется синхронно, и вы тут же получите результат выполнения этой функции. В случае, когда код работает асинхронно, то есть когда он выполняется где-то в другом потоке, вы не можете в результате вызова этой функции получить тот же результат, потому что вы не знаете, когда эта функция будет выполнена и будет ли выполнена вообще. Для того, чтобы получить результат из этой функции, вы определяете некий объект, который будет вызван после того, как эта функция на другом потоке отработает. И это и есть тот самый обратный вызов. То есть планировщик потоков вызовет поток с выполнением данного метода, данной функции. После того, как она будет вызвана, она на вашем объекте, который вы туда передали, вызовет метод, в который передаст результат. И вот как раз этот метод, этот объект, это и является вот этими вызовами, обратными вызовами, callback-функциями. И вот в Android-компонентах все на них и основано. Но основано на них не потому, что там что-то где-то в других потоках вызывается, а просто потому, что весь основной код работы и инициализации этого activity, он от нас скрыт. И когда мы получим управление вот в этой функции, вот в этом методе, на самом деле, операционная система уже провела некие шаги по созданию этого компонента, этого activity. То есть это не мы вызвали создание этого объекта, а операционная система. И она, когда объект подготов, нас уведомляет о том, что activity создалась. И вы, как клиент вот этой системы обратных вызовов, вы должны что-то сделать на события создания этой activity. Это есть одна из основных особенностей работы Android-приложений, что мы не явно вызываем метод main, и все начинает выполняться, а мы лишь получаем callback-функции от системы, когда она какие-то компоненты создает и что-то с ними делает. Делает их видимыми для пользователя, скрывает их, уничтожает. То есть для нас это… Ну, мы не управляем этими объектами, мы лишь получаем события от операционной системы, что этот объект находится в том или ином состоянии. И когда объект создается, операционная система вызовет метод onCreate. Это значит, что этот объект создался, и мы должны предпринять какие-то действия, инициализирующие этот объект с нашей стороны. Первая строчка, которую мы делаем, это вызываем… Передаем этот вызов по иерархии к родителям. То есть там выполняются некие дополнительные инициализирующие действия для компонента. Без вызова супер этот метод работать не будет, и компилятор вам выдаст предупреждение о том, что вы не можете не вызвать супер метод. Ну, я думаю, что те, кто знаком с Java, наверное, понимают, что здесь написано. Те, кто не знаком, вам обязательно нужно с этим познакомиться в ближайшее время, потому что без Java будет очень сложно и, наверное, очень непонятно, что происходит. Ссылки на книжки, соответственно, мы приложим в нашем блоге. Далее мы установим разметку для нашего визуального компонента на экране. И здесь уже появляется очень специфичная для андроида интересная конструкция. Вот r.layout и имя класс. Что это такое, почему оно выглядит так? В андроиде все, что лежит в папке res, вот здесь вот, оно имеет... Мы к нему не обращаемся напрямую. На самом деле на основе вот этих вот компонентов и объектов здесь генерируется некая таблица, и каждому элементу присваивается некий идентификатор. Идентификатор — это числовой. И вот этот вызов мы... Ну, на самом деле обращается к некому ID вот этого элемента, по которому, собственно, нам мы получим объект ресурса для нашего Activity. Механизм работы с ресурсами, он достаточно интересен и специфичен для андроида, и мы тоже про него будем говорить, почему там используются эти идентификаторы и как это все работает. Это позволяет менять ресурсы на лету, то есть во время работы приложения. Представьте, что вы пользуетесь приложением и меняете язык на устройстве, например. Либо меняется ориентация устройства, и экран становится больше или меньше. И, в общем, мы можем менять, собственно, объекты, которые лежат под этими идентификаторами практически на лету, и менять там переводы строк и так далее. Это будет практически незаметно для пользователей, и вам на самом деле ничего не надо будет менять в коде. То есть вы отстываетесь просто на ID ресурса, а операционная система предоставит нужную реализацию этого ресурса для вашего кода. Это очень важное свойство, и оно сильно упрощает, как минимум, локализацию приложения на ваших устройствах. Как работают локализации строки, об этом мы тоже расскажем. Как выглядит верстка нашего Activity? Во-первых, она лежит в директории с ресурсами, специальная директория layout. Если посмотреть на название, то можно, наверное, догадаться, что вот здесь вот лежат какие-то картинки, здесь лежит некая разметка. Вот это на самом деле иконка загрузчика. Вот она так вот называется. Раньше это был объект, который лежит в drawable. Сейчас они отдельно вынесли в объект mipmap. Ну, мы можем посмотреть, что там лежит. Там лежит PNG. ПNG называется он launcher. IC — это icon. Так, обычно с таким префиксом хранятся иконки. Это такая конвенция. Ну, этого делать не обязательно, но если вы будете работать в компании, у вас будет дизайнер, то, как правило, иконки будут отдавать вот там в формате IC, подчеркивание и что-то. Собственно, это просто PNG-шка, и эта PNG-шка будет у вас в лончере, когда вы поставите это приложение. И директория с некими значениями. Здесь лежат те самые строки, которые используются в нашем приложении, настройки цветов и стилей. Строка у нас одна, и это имя нашего приложения. Давайте попробуем запустить. Для того, чтобы запустить приложение, вот мы должны выбрать, собственно, application и нажать старт. В этом окне выбор цели, на которые будет поставлено наше приложение. Если у вас есть какие-то подключенные устройства, они тоже будут отображены в списке вот среди доступных для установки устройств. У нас сейчас запущен эмулятор на пикселе. Мы, собственно, его и выберем. Вот эмулятор. Выглядит точно так же, как обычное устройство. Там есть все те же службы Google, которые есть на устройстве. Сейчас оно даже умеет работать с местоположением. В общем, вполне себе функционирующее и полноценное устройство, на котором вы можете протестировать практически все функции, которые доступны вам на реальном устройстве. Ну вот, запустилась наша Activity. Есть название нашего приложения, есть некоторый текст. Вот то, что мы здесь видим, это как раз результат работы нашего лейаута. На Activity у нас определен текст View. Это элемент с отображением текста. И он отображает текст Hello World. Ну и еще он находится посередине. Вот. И все. Больше на нашей Activity ничего нет. Собственно, вот оно здесь и есть. Иконка для нашего приложения – это вот этот зеленый человечек. И если мы посмотрим… Нет, так мы не посмотрим. Если мы зайдем в настройки и посмотрим, что там написано о нашем приложении… Здесь мы видим, что это версия 1.0. Это то, что было указано у нас в версион-коде. Да. И список разрешений, которые использует наше приложение. У нас в манифесте не определено ни одно, поэтому список не активен. Ну и также какая-то служебная информация о занимаемом месте на хранилище и, собственно, энергопотреблении, ну и всякая служебная информация о используемых ресурсах нашего приложения. Здесь мы можем приложение удалить и можем остановить процесс. Вот. Force Stop, он, собственно, остановит процесс нашего приложения, и он отличается от обычной остановки процесса операционной системы. Также во вкладке Storage есть информация о данных, которые наше приложение сохраняет на устройстве. Здесь есть информация о размере кэша и о размере занимаемого приложением общего дискового пространства и каких-то пользовательских данных. Это могут быть какие-то данные об аккаунтах, это могут быть какие-то данные, которые хранятся во внутренней памяти, мы можем все это удалить, отдельно почистить кэш, либо удалить все пользовательские данные, которые ассоциированы с этим приложением. Это бывает полезно, когда вы хотите сбросить состояние, и в процессе разработки, когда вы создаете какие-то объекты, вам необходимо сбросить вот это состояние приложения, которое вы сохранили, вы можете воспользоваться как раз вот этой очисткой данных и привести свое приложение к первоначальному состоянию. Да, конечно. У нас простое приложение, и почему в нем есть, может быть, какая-то, что в этом, конечно, конец? Это там служебная информация, которая создается просто при установке. Да. Как раз манифеста тех же там ресурсов, которые у нас есть все-таки, цвета в этом и так далее, поэтому там несколько килобайт. Соответственно, если мы попробуем его очистить, то при запуске еще раз. Да, он снова создается. Да, он все создает, он просто распаковывает АПКшку и все. Как правило, 16-20 килобайт в каше будут находиться всегда. Вот все, что сверху, это уже какие-то пользовательские данные. Посмотрим еще на манифест. Вот, мы, наверное, как-то его упустили. В манифесте определен объект Application, где есть айкон, название, и на Android 7.1.1 появились круглые иконки, они для этого даже специально сделали атрибут, а в Android 8 они снова стали квадратными. Окей. И определена одна активити. Эта активити является основным активити нашего приложения, и оно должно запускаться по клику на иконку. Для этого определена вот эта конструкция служебная. Что она означает, мы на следующем занятии рассмотрим. В IDE есть хороший инструмент логирования и просмотра, собственно, состояния приложений и ошибок. Давайте мы попробуем сгенерировать исключения. Для этого добавим кнопку «Наш layout». Как правило, я в своей работе пользуюсь редактором XML для редактирования верстки. Но у нас есть магическая вкладка, которая сделает вот так, и, в общем, мы можем сюда визуально таскать все компоненты и конфигурировать верстку прямо отсюда, на лету. Возможно, для вас это будет удобно, но в итоге все рано или поздно приходят к ручному редактированию XML. Есть одно исключение. Google выпустил новый элемент layout. Это constraint layout, который позволяет выстраивать элементы в зависимости друг от друга, и вот с ним, наверное, будет удобнее работать визуально. Вот здесь есть как раз отображение для этого layout. Во всех остальных случаях, как правило, проще писать XML руками. И давайте мы добавим кнопку. Я добавил элемент button, назвал его присвоимый идентификатор button и определил его высоту и ширину в зависимости от контента, который на этой кнопке будет указан. Добавим надпись. Вот, и кнопочка у нас будет с надписью. Ну и теперь напишем код, который позволит завалить наше приложение. Мы сделаем так, что по клику у нас бросится исключение, которое не будет обрабатываться системой. И произойдет исключение времени выполнения, которое приведет к остановке процесса. Вот так. Ну, вроде все, как я и обещал. Сейчас наше приложение перезапустится. Мы должны увидеть активити с кнопкой. Да, вот она, кнопка. И если я сейчас на нее нажму, то появится окно, которое, вероятно, вы видели много раз при работе тех или иных приложений. Вот такое вот. Это значит, что, в общем, в приложении произошла критическая ошибка, и процесс приложения остановлен из-за исключения. Посмотрим, что нам видно в логе. У нас есть инструмент, который позволяет нам смотреть логи со всего устройства. Вообще, система логирования, она тоже является одной из особенностей операционной системы Android, ввиду того, что все логирование в системе производится через специальный драйвер-логер, и все логи со всех устройств, они через него проходят, и логи от Windows Manager и от Package Manager, от Activity Manager, соответственно, не исключение. Для логирования вывода приложений есть специальный инструмент LogCut, и вот в нем мы можем видеть все, что происходит на экране с нашими приложениями. И в данном случае вот наш FatalException в методе Main, мы видим, что произошел RuntimeException, и произошел он в MainActivity на строке 19, в методе OnClick. Клик по этой ссылке приведет нас к строчке, которая наглым образом бросает RuntimeException и никого не стесняется. В общем, весь служебный лог и вывод вы можете смотреть непосредственно в этом логере. Есть также инструменты отладки. Мы можем... Если вы кликаете по полю, вот там вот слева дат появляется брейк-поинт, точка остановки, да, где вы прервете выполнение программы. Да, и мы можем приоттачить дебаггер к нашему устройству и к нашему процессу. И сейчас, когда я нажму на кнопку, мы остановимся в этой точке останова, и, собственно, код в методе OnClick выполнен не будет. Наш IDE предоставляет нам довольно много информации о процессе в месте точки останова. Мы можем видеть стэк вызовов в текущем процессе, мы можем видеть список потоков, которые в текущем процессе работают. Их довольно много. Ну, и также состояние объектов, в которых мы остановились. Ну, пара слов о том, как настроить окружение для студии. В общем-то, сейчас все стало довольно просто. Вы скачиваете дистрибутив студии с сайта Google и ставите, и там все магическим образом настраивается. Есть некие исключения и особенности. Есть специальный инструмент Android Debug Bridge. Это специальная программа, которая позволяет вам подключиться к устройству для отладки. Условно говоря, для того, чтобы посмотреть логи или вызвать какие-то программы на устройстве, вам необходимо подключиться к эмулятору или к вашему действующему устройству. Для этого у нее есть специальный интерфейс и специальная программа, которая позволяет это сделать. По, там, по телнету, да, наверное, но по телнету оно работает. И для того, чтобы сделать эту программу, доступной из вашей командной строки, вам необходимо добавить ее, ну, в MacOS, в Linux и в Path. Находится она в директории с инструментами, куда, ну, Platform Tools, в месте, куда установится Android SDK. В Windows, в общем, надо сделать примерно то же самое. Там надо добавить в окружение среды, в Path, да, там. В общем, там… Потому что там есть следующие. Вот. Переменные среды. Да, переменные среды. И вот добавить переменную с путем до этого компонента. Все остальные настройки, собственно, студия произведет за вас. Она, как правило, скачивает самые актуальные версии плагинов, самые актуальные версии Gradle для сборки проектов. И сама же при этом обновляется. Это сильно упрощает как раз конфигурацию, настройку. Это добавилось относительно недавно, но очень удобно. Требует минимум манипуляций с вашей стороны. Ну, где вы знаете, да. На самом деле, при установке просто Android студии у вас она укажет, куда она поставит SDK, и лучше этот путь сразу запомнить, и его, собственно, прописать в переменных окружениях. Там поддиректория называется Platform Tools. Вот тот самый Android Device Bridge, он умеет несколько важных вещей делать, помимо другого большого набора функций. Вы можете вывести LogCat. Это тот самый Log, который мы видели только что в студии. Вот он работает посредством того же инструмента ADB. Также мы можем подключиться в Shell операционной системы Android. Возвращаясь к инициализации операционной системы, если мы запускаем Linux, у нас после загрузки появляется приглашение к вводу логина пароля в командной строке. Ну, и после авторизации мы видим приглашение для ввода команд, ну, типичную консоль. В Android консоль не запускается, но ее можно запустить посредством подключения к специальному порту с помощью команды ADB, и вот Shell запустит ту самую консоль. Вот, то есть вы сможете подключиться в консоль Android посредством вот этой команды. Вы можете загрузить файл на устройство посредством команды Push и выгрузить, то есть скачать файл обратно посредством команды Pull. Это бывает удобно, когда вы загружаете какие-то преконфигурации на устройство, либо забираете оттуда какие-то дампы памяти для анализа того, что, собственно, произошло на девайсе и почему там все сломалось и память кончилась. Ну, в общем, мы желаем вам удачи на нашем курсе. Будет интересно, ну, по крайней мере, нам. Наверняка нужно будет приложить какое-то значительное количество усилий с вашей стороны, чтобы в итоге научиться делать хорошее приложение, потому что сам вход в разработку под Android достаточно простой. В общем-то, мы с вами за 10 минут только что создали приложение, которое что-то уже умеет делать. Но для того, чтобы писать качественные, production-ready, стабильные, надежные приложения, нужно познакомиться с довольно большим инструментарием и узнать довольно много о том, как работает система, и как работают компоненты, и какие есть подходы для решения тех или иных задач и проблем при работе с данными и так далее. Вообще, сами приложения – это, ну, на самом деле, в каком-то смысле есть и свой бэкэнд, и свой фронтэнд, и все это между собой взаимодействует. Мы также работаем с хранением данных, мы работаем с обработкой данных, мы работаем с визуализацией этих данных, мы в каком-то виде можем решать сложные задачи, в том числе какие-то задачи, связанные с популярными сейчас обработкой данных и каким-то машинным обучением. Все это можно делать на устройстве, но для этого необходимо знать и понимать, как работает платформа и какие есть для этого инструменты. Мы постараемся вам все это рассказать, а вы постарайтесь все это запомнить и сделать хорошо выпускной проект.